Опа! Прикинь, они в ВК сделали возможность кастомазить свои вкладочки, и я убрал сраные клипы, и теперь сразу по кнопке могу на стену переходить, и это невероятный негде. Всем привет! На фига ты вчера чипсы съел, блин. А с чем с того, на фига ты чипсы купил? Здравствуйте, дорогие друзья! Переставил в энду. Да, одиннадцатая, одиннадцатая, всё красиво. Звук, звук я настраивал. Звук старался по гайду настроить. За звуком интересная тема, на самом деле. Ну работаем, работаем, стараемся. Чтобы деньги закончились, они должны... Мне не нравится спайк в красной зоне моего микрофона, честно говоря. Там лимитер стоит, не должно быть. Окей. Ребят, всем привет! Я настраивал звук. Интересное, интересное у меня было, конечно... Офигеть. Дефолтный Яндекс.Браузер, блин. Все ссылки похерились. В гугл теперь ручками заходить. Я, значит, решил ради интереса послушать свой старый микрофон. Роуд. НТ... Оказалось, два, а не один. НТ-2. Чтоб вы понимали, как бы. Ой, привет, ребят. Потихонечку будем настраиваться. Нет, донаты всё... Всё должно работать. Привет, чат. Привет, стример. Ужас скучал по всем. Стример с прошедшим. О, я зачитаю. Были поздравления, пока я шлендал где-нибудь, да, блин, шлендрил. Спасибо большое за прошедшее поздравление. Всем, кто поздравил, всем, кто писал. Выруби нахрен этот... Так это интро, ты не понимаешь. Это новые функции. Будем имплементировать новые функции потихоньку. Ты у меня, ты глянь, у меня есть это. Сейчас какой-нибудь кадр найдём. У меня есть... Так, насрал, уберём. Насрал, убрали. Будем имплементировать новые функции. Смотрите, какая функция на сегодня. Digital Zoom. Бззи. Не работает. Бзи. А потому что... Бзи. Не работает. Хе-хе-хе. Почет. Хе-хе. Почет, нет. Работал уже перед стримом. Алло. Может быть, раскладку переключить? Ну, это бред. Хе-хе. Хе-хе. Как всегда. Э, работал уже. Вот тварь, а. Ну, тварь, в смысле. Connected. О, эта херня ещё и коннектится после каждого этого. Комба не работает. Комба с маликов должна быть. Две сегодня должны быть новые фичи. Так, и чё она не работает? Ctrl-slash. Ну, Ctrl-slash. Во. Видал? Можно наводиться на ёбла. Только она по стримдеку почему-то не работает. Что-то кнопка, алло. По стримдеку не работает. Можно, но нафига. 11-й винайдоваться. Нет, это не инновация 11-й виндэ. Это я ручками делал всё. Только не работает по стримдеку, блин. Хрена ли она по стримдеку не работает? Стримдек пылился, три года лежал. Алло. Смотри, я могу, блин, зум УБС, ну и чё. А, может он выключен был. А его чё, прям включать надо, нифига. Я могу спидтест. Два года пылился стримдек, мы иногда с него мемы запускали. Не, не работает. Кнопка сама не работает. Почему? Почему? Алло. Какая разница, какая разница. Может быть, его выключать не надо? Может быть, его сворачивать надо? Мне казалось, что это всё у него в памяти вшит. Даже когда сворачивается, не работает. What the fuck? Как так-то? Чё за херня? Эээ, может быть, в админ режиме не запущен либо ОБС, либо эта фигня, либо стримдеку. Ну, тоже странно. Ладно. Жесть, сразу же политические высказывания. Вам только дай платформу. Вот до чего народ надо довести. Только дай платформу, даже в виде, блин, облачного, облачного облака, блин, на стриме. Буду ли стримить дедлок? Я сегодня активировал. Так, всё, угомонились. Всё, хватит срать, пожалуйста. Или за вами, блин, придёт. Ну, почему не работает digital? Теперь работает. Как-то он через раз. Заоткрылись, блин! Почему на дыре не было стрима? Ну, я был не дома, и надо было настраивать. Тебе видео засылало видяшки в знак благодарности, потому что ты сделал антирекламный видос про RX4. Нет, я делал обзор на рейтрейсинг. Всё нормально у меня было, я всё делал. Надо 40... 50-90 мне нужно для обзора. Срочно. Но это проблема следующего меня, поэтому... А этого меня проблема... Что подарили вы на день рождения? Переевую ручку. Я ей два дня писал рассказы. Я себе поставил резолюцию просыпаться с утра и первым делом писать мини-рассказ в свой мини-блокнот. Два дня продержался. Два прекрасных рассказа. Один рассказ про кота с грустными глазами. Кота с грустными глазами никто... Никто не удочерял, потому что у него были грустные глаза. С возвращением домой, бать. Здравствуйте, Гуфа, граждане. А потом пришёл дед и усыновил кота с грустными глазами. Не посмотрел на то, что... Не посмотрел на то, что у него грустные глаза. Ещё раз спасибо за имя и Элдин Лето. В прошлом году подарили 37 подарков. Ну так за каждый год один подарок прожитый. Конечно! А в этом году я, видимо, прожил только один год. Спасибо большое за внушительную поддержку стрима. И мы потихонечку начинаем. Ребят, немножечко надо разогнаться, раскачаться, как бы протестировать все возможности. Digital Zoom, который работает, мать его, через раз! И единственное развлечение в жизни. Какое? Новый Media Player Classic. Мне не нравится с чёрной полоской, но будем привыкать к нему. Мы сегодня немножечко поженимся для разминочки, для разгона. Пробел работает, а больше ничего и не надо. В эфире проект Четыре свадьбы. Бабоинь. Облако. И четыре незабываемые невесты, которые прямо сейчас вступят в напряжённую борьбу. Но Четыре свадьбы тоже хорошо. Нет, в Media Player полоска как раз чёрная, поэтому не будет. А, не будет флэшбэнгать, да. Это типа хоум синема. Сам Media Player Classic. Завершили поддержку. Это какая-то любительская сборка. Ну, чё поделать? Не могу я. Ну, не VLC же. Ну, не VLC же. Спасибо большое, блин. Чё по дедлоку? Я установил... Почётными гостями на торже... Женимся сегодня. А, надо вот эту фигню отключить. Как отключить? Эйк! Что из этого нам надо нажать? Спасибо за мега поддержку и за мега отсутствие. Родана обязательно у гандуши. Всегда. Легко. Идёт. User Interface. Enable. Use Enhanced Taskbar Futures. У меня она... Четыре свадьбы. Четыре свадьбы. Ну, вот и всё. Спасибо за... Ну, вот и всё. Только благодаря тебе на фоне вывез три месяца работы. Джи, работы. Лютя глупенький. Работы, Джи, работы. Случайный взгляд. Распахну. Есть. Атака самому. Я даже дверь не успел. Спеши, чем ДР. Я даже дверь не успел, блин, распахнуть. Спасибо большое за поддержку. Четыре свадьбы. О мой бог. О мой бог. Погнали, пацаны. Андрей, донат помедленнее. Я не успеваю сумму вписывать в полидоната. Нифига вы проатаковали меня. Ой, я сегодня какие-то похожие стулья видел. Дорогие друзья, ради вас собрался. Благодаря вашей поддержке. Все объемлющей. У нас сегодня сочный выпуск. Поэтому держите, блин, ремни при себе. Держите штаны в трусах. Ну, поженимся сегодня. Я испугался перехода. Ну, это стильно было. Это было как в Жожа. Да ладно. Грубо, наверное. На самом деле ей 52. Вспоминаем, как... Боже, она же сейчас скажет цифру. И какую бы цифру она не сказала, если бы хоть на один, блин, день меньше, чем у нее. 39 лет. 39. Такая пара необычная диджей и бухгалтер, что их можно узнать. Ну, поглядь, не пара, не пара. Мило. Диджей и бухгалтер. Кого погромче? Все как у... Инфернальная, блин, бесовство по телеканалу пятится погромче? Классика. Мы с женихом оба крысы. А, по жизни. Мимолерт с включил блюди на мур-мур-мур. Это, наконец-то, сделали новый голос Арины Лин. Гоны по гороскопу. Груто взрывается. А? Да, блин. Помиримся активно. Ну, могу себя... Да там дача. Да все-то нормально, блин. Никто не служит за равно. Застегнись. Она опытная, конечно. И у них все хорошо. Хороший выпуск. Какая у вас тема свадьбы? Диджейская вечеринка. Диджейская вечеринка крутая идея. А что не бухгалтерский сабантуйчик, блин? Хочется посмотреть, как она в это все вольется. Ждем пиглин. Ждем пиглин. 150 тысяч рублей. Мы пока еще не обогнали, блин, Людмилу. Че ты? Спасибо большое. Как-то мало. Ужал на пенсию. Зажрались, зажрались бабоньки. Так, блин, это какие-то новые голоса. Вкладывай. Пока меня не было месяц, вы наняли себе каких-то новых голосов и с ними крутили шашни? У нас будет фуршетное меню. Голодными вы не останетесь. Будет алкоголь в аквариумах. Разные коктейли. Алкоголь в аквариумах. Главное рыбаку спеть из аквариума, как бы достать. Ну, посмотрим, кто больше выпьет и не доживет до конца свадьбы. Фишка свадьбы у нас. Спасибо большое. Кражу жениха с другой свадьбы. И просят выкуп. Так вот, почему жених-то такой молодой. Так он с другой свадьбы. Вата. Блин. А что интересного нас ждет на твоей свадьбе? Дивная Екатерина. Мне 37 лет. У Екатерины разрезы. Кыштыма? Где это? Что это? Так, блин, бухгалтера. К вам вопросов не было. Кыштыма, это Челябинская область. Кыштымский карлик, все знают, что. К моему жениху, Евгений. Мы поработаем. Триндец, как интересно. Проводим мероприятия. Для нее это большой плюс, а для нас это, естественно... Я 41 день смотрел ваши стримы. Пик, пик. Уважаемый Гуфовский, я 41 день смотрел ваши стримы по Элдинрингу. У вас там то 139 смертей, то 63, то вообще 224. 224 от какой-то молени. Вы там совсем ебанулись. Мы еще с обезьянкой немножко поиграем. Отшлепаем немножко обезьянку. Некий минус. Левый верхний угол, плейпалс, плейпалс. Ну я не нашел! Че орать-то, блин? Вот к соседке все лето не было собаки. К соседке собака вернулась, затявкала. Про меня, небось... Про меня тоже подумали. Блин, этот полоумный тоже вернулся и опять сидит верещит. Как я слышу собаку, так очевидно и они слышат меня. Куда нажать? Плейбэк, плейбэк. Наверняка плейбэк. Так, репорт автолоуд. Ну, плеер, по-любому плеер. Keep history, enable cover art support. Full file name. Интерфейс. Modern theme. SIG bar. Video info, audio info. Нет. OSD. Но это рестартить надо. У меня даже, у меня даже еще, у меня даже экрана с заглушкой еще нет. У меня экрана с заглушкой нет. Вы понимаете? А я могу отключить. Эй. Кто мне присылал арты, пришлите мне еще раз, фанатский так сказать. Пришлите еще раз арты, я сделаю заглушку со всеми артами. Они будут случайной. Случайной последовательности генериться. Так. Че за очко на обоинах? Твое, твое, блин. Смотри, ищи вебку. Установлено где-то в камере. Где ты... Где ты очко, блин, прохлаждаешь свое? Приветствую. Красиво, спасибо большое. У вас на телеканале... Так, ну мы немного посмотрели. Минут пять отсылаем. Уже все чокнулись. Какой пять? Ты че? Какой пять? Три! Что интересного нас ждет на твоей свадьбе? Дивная Екатерина. Ну это какие-то... Даже не юбка шорта уже. Это... Штаны, штаны. Штаны там разрез. И еще одни штаны. Не, ничего не поменялось. Какой хер? Вы же мне сказали ОСД. Наврали, да? Наврали. А! Я применить и нажал. Применить и нажал, да? Применить. Ну ептель. Так, а я же извиняюсь. Стримов не было целую вечность. Да. В смысле рестарт пеки, что ли? Наконец-то нормальный контент. А то какие-то мартышки, старые кольца и прочая шляпа для задротов и лохов. Будет. Больше так не делай. Будет, будет. Я просто обожаю смотреть эти шоу. От беременок я верещу, как верблюд. Что за ужасные голоса вообще? Те самые? Мне экранку включать? Что это за голоса? Диджейская вечеринка круто. О, сработало. Всего 10 раз. Моя идея, но все-таки не для Людмилы. Я потом посмотрю, что там за голоса. Потом озвучим. Хочется посмотреть, как она в это все вольется. Четыре бимбы. Бюджет нашей свадьбы сто пять. А кто против? Десят тысяч. Мало! Ну, посмотрим. Что есть? Работаем. Пишите мяне. Праздников, проводим мероприятия. Для нее это большой плюс, а для нас это, естественно, некий минус, потому что она будет оцениваться с твоей колокольни. Если она ведущая мероприятия... А, комбо работает. Я думаю, что она может быть в пункте тришку с нами. Вы видели? Комбо работает раз через 10. Замутит. Девочки, никаких интриж. Ай, девоньки. Вы одной туфелькой замужем. Девочки, стиль моей свадьбы пиратский. Стиль моей свадьбы отсутствия вкуса. Надевайте, блин, дешевые поролоновые шляпы из магазина приколов. Поэтому для вас уже я подготовила аксессуары. Теперь можно... Я в такой шапке фильмы смотрю. Вообще... Сейчас лантимоса скачаю, блин, виды доброты. Шапку наден, такой. Ох, блюрей на 80 гигов. Не думать о нарядах. Ох, ох, бутылка рома. Много пиратов и... Ну, монтаж, конечно, до следовательниц, блин, до свидания с них не дотягиваю. Это будет настоящий корабль. Это будет ресторан с оформлением этой стилистики. О-о-о! Можно кричать ванпист, никто не поймет. Потому что всем сильно за 16. Если бы это было на настоящем корабле, меня бы это удивило. Вот так попахивает банач. На настоящем корабле тоже попахивает. Попахивает. Бюджет около 300 тысяч рублей. Пока нормально, пока разгоняемся. Я думаю, это будет... Спасибо большое, я там не сказал, наверное. Фишка свадьбы, девочки. Это будет мое появление. Офигеть, я приду. Заинтрика вам. На корабле приплывет. Может быть, она на одной ноге выйдет. С крюком. С борисом крюком. Да пей прямо из шляпы. Потому что там какие-то пираты, там все дела. Эх, бимбы, вы мои бимбы. А мы очень ждем рассказа о твоей свадьбе. Милый. О-па-па. Это в КВН. Свадьба в стиле КВН. Ну, очень. Я помер. Гибкая брюнетка в зеленом. Обещал про СССР рассказать. Он оказался паленым. Перемень. Захватывающий историк. Меня зовут Жанна. Я инструктор по стретчингу. Занимаюсь еще воздушной акробатикой. Так, ну Жанна-то держит марку. Девочка с искройкой. Очень милая, красивая. Вот что значит наш богат садится. Красиво-эффектная такая девушка. Но она мне нравится, если честно. Одобря, осужда. Стиль моей свадьбы это авиация. Очень нет звук. Убери вверх и прибавь середины и низа. Уши режут. Ты вообще не шаришь абсолютно на нем. Это мой голос. Стример передо мной стоит. Дрочит звездочки по 2 рубля в телеге свои. Я говорю, Старина съеби на Твич до 10 рублей. Звук. Я говорю, забирай и съедай. Звук охеренный. Микрофон как у Соловьева. Костер свалил. Каждый, с кем я не знакомлю, всегда. Сразу же. Звук просто эквивалент сажания на шпагат, садения на шпагат 40-летней женщины. О, Жанна, стюардесса. Ну и поехали. Стюардесса по имени Жанна. Какую-то придумала себе сказку. Ну там накинуть не буду. Какая же жизнь. Я могу. Стюард. Добрый вечер, уважаемый стример. Здорово. Передайте привет моей жене Лере. Расскажите, когда будем смотреть КВН. Жена Лера. Теоретически 2 сентября. Если меня там слышно, я микрофон отлично. Из-за мистера придушенного звука я пошел, блин, переключатель на микрофоне. Переключил на задней стороне которого. Кто это? Что это? Как мы переместились в другую вселенную? Теоретически 1 сентября будет КВН. Продуктивно можем начать. Здравствуйте. Вас приветствовать. Будет фотозона. Где будет самолет, где будет трамп. Это очень дешево. Мне нравится. Ну что, блин, аудиофил, как сейчас по звуку? Рассказывай. У меня голос просто такой придушенный. Будет вылет, прилет. Я бы на входе сделал галстучки бы всем. Пилоточки, там, полеты готовы. Главное, не колумбийские галстучки на входе делаешь. Около 400 тысяч. Подарки ты еще не подарили? Для Перми 400 тысяч это совсем немного. Жених. Очень популярный певец. Его все знают. Весь город. Ну, весь город немножко планку уже. Хочу посмотреть и насладиться пермским эксклюзивом. Наша фишка свадьбы – это номер от молодых. Это хочется увидеть, потому что у нее будет еще дополнительный... Какие-то молодые будут. Наконец, познакомимся с последней невестой. Горячей копочкой Маши. Ааа, зачем? Всем привет, мне 34 года. Вы все молодые, красивые, 40-летние. С города Перми. О, запахло землячеством. Перми? Земля? Купание в каме. Значит, ты знаешь моего мужа, популярного в городе певца. Они уроженки, получается, города. И я так думаю, что у них будет своя борьба. Какая? Я индивидуальный предприниматель. У меня есть свое производство. Респектуха. Натуральный полуфабрикат. Натуральный полуфабрикат. Я приглашаю вас на свою свадьбу. Немножко оксимарон, но такой, ну, на самом деле нет, но звучит смешно. По стиле черной-белой вечеринки. Возьми. Я просто попрошу прийти всем в черном, чтобы одно белое пятно это было я. Ну, это не черно-белое вечеринка. Скорее. Женщина, что вы мутите? Так к похоронам относятся. А бюджет свадьбы? Так, зафиксировали. Все должны прийти в черном. Бюджет хороший. И должны прочувствовать это вау. Вечеринка в стиле пятна из Человека-паука. Фишка свадьбы будет наша регистрация. Мы сами хотим провести эту регистрацию. Мы хотим, чтобы вы сплакнули на ней. То есть у вас церемонии мейстера не будет? Нет. Я думаю... Хватит выдумывать профессии, церемонии мейстера. Но раз без мемов, будем баловаться голосовухами. Рассказывай, что без нас делал. Это очень популярный голос. Тебя преследуют те голоса. Или только в голове. Ну, это очень популярный голос. Это голос, который знают миллионы. Это голос... Че-то не нравится. Я ходил на Дэдпула. Я у меня прям в последнее время кино... Киномарафон. По-моему, мышка разродилась. О, боже. О, боже. На экранку. Нет, я же... Если бы была на экранку, я бы ушел. Спасибо, что не лден ринг, как он заколебал. Да все будет, блин. Катя. Мы обязательно похудеем к поездке в Абхазию. Нет, на СНГ-шный дубляж ходил, хорошо провел время. На экранке ходить себя не уважать. Показывать экранки плюс-минус так же. Будет очень много вкусных разных закусок. Алкоголь какой? Все, что ты пожелаешь. Нифига, блин. Даже корона будет. Без скидона. Очень много хорошего, дорогого алкоголя. Я думаю, весь бюджет свадьбы туда ушел. Ну что, девчонки, зажжем? Конечно, зажжем. Игра началась. Я думаю, что девчонки все искренне. Я думаю, это будет старое, доброе, кровавое аристалище. Кто-нибудь не будет ничего там за глаза, про кого-то говорить плохое. Настоящий свадебный махач. Главный проект... Четыре дородных бабищи, не побоюсь этого слова. Хорошая женщина. Вообще не конкурент. Мы все из клуба. Это из какого, я не очень понял. Главное, проекта это я. А почему женщины раба матом ругаются? Я не понимаю, о чем они говорят. Из клуба? Главное, проекта это я. Сучка? Я надеюсь, там сучка. Поэтому буду оценивать строго. У чата... У чата более радикальный вариант, да? Шрифт побольше, у чата на экране. Ну что, я сейчас этим буду заниматься? Ну я могу! Нет, не могу. Ладно, сделай. Балдежный город. О-о-о, диджей! Блин, красивая пара. Баршня, баршня, наверное. Людмила, беги, к тебе какой-то мужик на тебя напал. Этим она и покорила сердце своего жениха. Побольше пишу, чтобы подольше говорил голос Кейджа. Какого, блядь, кейджа? К следующему году посмотрю все стримы. Передавай привет Машеньке. Она сладкий бубалих. Машенька, привет. Я знаю минимум двух Кейджов, ни на одного из них голос не похож. Если у этих скуфинь будет хоть один симпатичный мужик, я расхуярю компьютер, я предупредил. Давай, хуярь, начинай. Сбылось, сбылось, хуи! Где мой диджитал зум? У меня мышка разрядилась, блин, блядь. Все фичи используют. Хуярь, сбылось. Хуярь. Меня зовут Людмила, мне 51 год. Меня зовут Игорь, мне 29 лет. Да ладно, мне 39 лет. Да я бы поверил. Ой, приколист! А я работаю бухгалтером. Получается пока одно... Получается они оба приколисты. С кредитом, другой, музыкальные треки, а вас так... Ну они там зажигают просто не... Таких разных кто свел. Томк. Мы познакомились через социальные сети. Мы два месяца общались звонками, переписками. Людок, и... Че? И как же тогда ты поняла, что Игорек тот самый? Когда я его первый раз увидела вживую. Я пообщалась. Оооо. Кто был? Ну вот как... Тот самый. Когда я его первый раз увидела вживую. Ну тут пространство, конечно, для стеклосов. Я пообщалась с Игорем. Это мы... Это могли бы мыть бы. Это могли бы быть мы. Симпатия оказалась у нас взаимной. Я решила попробовать. Чем черт не шутит? Хватит на людях, блин, жмякаться. Я дала ключи от своей квартиры ему. Ааа. Смотрю я на него. Дала ключи от своей квартиры ему. Смотрю я на него. Я понимаю, что в парикмайкерскую надо заходить. Шейку побрить. Шейку матки. Такие вот приколы я мариновал, блин, целый месяц. Смелая ты, Людочка. Видимо, Купидон хорошенько прицелился. Да. До тебя градом любовных стрел осыпал. На все ради горючка готова. Когда я приехала вечером домой, он устроил мне романтический ужин. Ну, там козел, по-моему. Я, конечно, в пиве не бум-бум, но это выглядит как козел. Девочки! Кто устоит? Ну, романтика навел, подлюка, романтику. Нет, это какой-то. Ну, по-моему, в КБХ продается что-то такое. Я все с Оренбурга привез. Именно там огурчики, помидорчики, сало. Ой, 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 ой. Практичный. Да я б сам согласился, блин. Почему бы нужно ее сына? Ну, в смысле, он же вылитая ее копия. Надо брать. Надо брать. Не, ну... Что-то такое семейное в этом есть, да. Оценочное обсуждение, конечно. Мужчина должен быть мужчиной. Так. Он должен истойкой заниматься, и где-то что-то покрасить, и приготовить. Ну, женщины должны отдыхать. Да мы просто в случайную квартиру зашли и начали ее разносить. Ну, мечта... Да мы поняли, хватит! Да, мечта... Хватит! Да, не мужчина. А в Людочке тебя что зацепило? Че? Людочка, снаряд глобального, так сказать, поражения. В ней прекрасна и душа, и тело. Ну, до моей Зайи не было таких... Гравитаций. Эх, сучара в чате лучше сформулировал. Отношений искренних. Ну, и опыт, соответственно... Гады, гады! Оставим детали. Саня, стрим почаще. Жена хочет поиграть в Persona 4. Но она может это делать только на Steam Deck'е, и только когда ты стремишь. А, не маньяк, к счастью, Persona 4. Дениша на Лерцах написано некий Концевичс. Николас Кейдж 26 рублей стоило. Играешь, кстати, в вампиров от Лиги Легенд после стрима. Были на свадьбе за три ляма вчера. Сейчас сравним со сладким Бубалиха. Сейчас сравним. Я думал, закончилась Лига Легенд. Я играл, да. Я всех героев открыл. Ну, часть в 10 так наиграл. На мобиле вы запустили, было бы вообще прекрасно. 26 рублей! Я надеюсь, они идут Николаю С. За кадром. Мне нужен именно такой молодой, позитивный, активный человек. Ну, отхватило, чад. В чем ваши проблемы? Чего вы себе не можете, блин, найти молодуху? Бывший муж у меня тоже был на 12 лет младше, но... А потом состарился, что-то скотина. Не было такого. С Игорем активная, позитивная жизнь началась. Вот такой вот, Игорь! Чем же вы активно, позитивно занимаетесь в свободное время? Не-не, игры будут, игры будут. Будем тазировать. Шашлыки, природа. Время прям самое для шашлыков. Я поняла, что мне нравятся тусовки. Зажигать до утра. Не, ну не осуждаем, как бы. Я тут узнал про сигнал. Нравятся мои сеты, мои мужики. Ну, я не люблю электронщину. Посмотрел фоточки, мне скинули фоточки с сигнала. Прям кайфуха. И та энергия, которую я даю мне в том школе. Игорек, но твоя энергия не только Люду притягивает, не бойся, да? Диджеи-парни такие, на расхват обычно. Ну, сигнал это плюс-минус то, что здесь происходит. Безусловно, девочки постоянно ходят диджеи. На то же королю. Я ревнул. Девочки ходят. Он вместе с Людмилой. Только ради ее... Не-е-е-е! Уже изрядно потрепана вачка. Модераторы, блин! Банки! Кто гробы, цветы и изюм постит? Изюм похож на гробы. Банки за изюм. Нужные. И как ты сделал предложение своей, единственной и ненаглядной? На кухне. Пригубили шампанского. Да бухайте вы и жрете, я понял в целом. Рючек сделал мне предложение, встав на колено. Я наутро вообще ничего не понял. Вот, а птичек я лепил. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке? Похмельный выпуск. Жарот! Так, Игорь. Жаро-хва... Интересный модератор, модератор. Интересный коператор подначивает. Еще разочек чмок. Еще, 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 еще. Пописали, что. Ну, я сказала, слово не выройбей. Так что давай. А, так он просто палец ударил об угол, блин. И говорит, да выходи ты! Мужик, сделай, чушь его. Сделаешь, сделаешь, Игорюша. А мы проследим, чтобы ничего не сорвалось. Надеюсь. Я бы хотел, чтобы они меня установили. Людок, как твой настрой? Что сразу Людок-то, блин? Людовик, 14. Самого любимого человека на свете. Самого лучшего диджея. У нас сегодня будет пати. Теперь выглядит охуенно. Кстати, бета-ботса будет. Пойди, купи уже, Хрючера. Нет, ну в этом году геймпасс есть, слава богу. Первый исторический год, когда можно колдунью покупать. Скачаем по полной. Может и будет. Людок, как мне нравится твой настрой. Ах, Людок, Людок, Людовик. Надеюсь, на шире курочки на той же электронной волне. Что ожидать от 150 тысяч на свадьбе? Лишь бы было весело и классно. Хочется услышать разнообразие. О, ожидать от 150. Посмотрим, какой жених диджей на что он способен. Из аквариума я буду пить в первую очередь. Первый паломник будет мой. Ну, может быть, даже первый аквариум будет. О-о-о. Мой. Стартуем. Супер, раз все на позитиве, скорее идем к ЗАГСу. Это Москва, что ли? Мы идем и идем в деревню. Я там был. Да. В Измайловском-то. Нет, это вообще не Москва. А Кремль на Измайловске, похоже. Все эти стояли одинаково везде. Но это никак не сочетается с вечеринкой. Машенька, проведу небольшую экскурсию. Это никакая не деревня, а Измайловский Кремль. И в Кремле есть свой отдельный ЗАГС. Да и на стриме уже был этот, блин, ЗАГС. А рядом рынок этот муравьиный. Какой? Блошиный. Там палеными таблетосами продавали. Дорговали. Девочки. Мы пришли на дворец брака сочетания. В прошлом году. Ну, я прям рядом жил. Там эти четыре, блин, гостиницы бомжарских расположены. Ну, умеренно бомжарских, ладно. Как они называют? Мега, вега, мега, смыло, Измайл. Вега Измайлова. Звучит? Три тысячи стоил номер, как сейчас помню. Заходим, значит, в ЗАГС. Там никого нет. Там какой-то гастрофест проходил. Там что, одни на свадьбе? Ну, я бы, я бы... Я приперся, посмотрел на цену, ушел. Пошел в мат. Не переживайте, просто вы у меня пташки ранние. Жених с невестой вот-вот будут. Уф. А молодые, а гости. Хрен с ними с молодыми. Заходят у нас жених и невеста. Ну, это просто невероятное что-то. Жениху 10 баллов. Я на них смотрю, а они похожи как мать и сыр. Блин, все заметили. Мария. Это, конечно, не комплимент жениху. Я боюсь, это не вполне удачное сравнение. Классная челка. Как мать и сыр. Нормально, нормально. Как выглядела Людмила. Нормально. Внутри такое светлое. Нормал дым. Розы. Нормалек. Царская ночнуха. Просто не понимаю, нахуй она надела эту мантию. Что это? Не, ну... За королевну зашла. Ну, это зависть, конечно. Палилась просто. Жесточайшие. Реки желчи пылились, блин. Зашла платье в бабушкином сундуке. Отпарила его и... С гордой уверенностью... Кайтераев. Новую жизнь, семейную жизнь. Как настроение? Офигенный. Смеиный клубок просто. Он классный. В том же сундуке лежал. Хорош, чел, хорош. Такой клетчатый зеленый костюм. Костюм ему подходит. Он стильно выглядит, хорош с тобой. Он напоминает обычного Иванушку из сказки. Просто деревенский парнишка. Наш Иван... Ну, тут сегодня я чувствую, прожарки будут, блин, всех. Всех участников. Немножко из электростали. А электросталь, как известно, Ибица, Подмосковье. А? Ну, измайловский дворец. Там и похавать можно. Уважаемый Ильич и Людно. Является ли вам... Это что за звук был? Кто-то выкашлил. Тут непонятно. Людно как будто немного нарисовано в стиле мультфильмов от Арненфин. Уважаемый Ильич и Людмила. Что это за звук был? Не нравится ли ваше желание? Тут комок шерсти откашлянул. Я считаю с пруганью в здании. Да. Паша, я приняла. Да. Не плачь, трогательно. Не плачь, мать. Шпагатная что-то размотала шпагатную. Жених. У него просто вот так вот слеза катится. Людмила там вообще вся обрадалась. Не плачь, Людмила, суп. Людмила, не плачь. У тебя это всего второй раз в жизни. Дружиство это не больно. Конечно, ревет. Последний вагон забежала. Женщина. Вот стерва, а. А вот если бы я так сказал. Кто-нибудь мог и возмутиться в чате. Ты, ребята, Игорюха, Иванушка, и Люда. Два человечка нашли друг друга. Вот тварь, а. Ну, это все зависть. Конечно, зависть. Зависть абсолютно. Ну, кто-то плачет, ладно, с богом. Уже она. Нормально. Бюджет должен быть чуть красивее обезьяны. Чуть больше бюджета вуконга. По весу будут жениха выкупать. Сколько весят, столько за него золота преложат. Попадаем мы на банкетную площадку. Ну и норм. Настоящий клуб, мне кажется. Да вообще клуб Белла. Помещение скромное, просто квадратное. Если кто-нибудь от передозов в сортире откинется, будет стопроцентный клуб. Высокие потолки. Какой-то необыкновенный второй этаж. Линолеум. Ненавижу, блин, линолеум. Ну, можно было не акцентироваться на линолеуме. У них совсем нет никакого президиума. Линолеум есть. Линолеум-зидиум. Да? Какая-то арка из клёна искусственного. Оформление в ноль. Лиловые шары. 150 тысяч, что вы хотели, бабы? Лиловые вазы с тюльпанами. У меня на свадьбе будут нормальные живые цветы, а не виноград на теплице. Ну, а будут ли у тебя на свадьбе дорогие сердцу люди? Ты реально диджейка? Ты видела? Не знаю, какие они диджеи. Ну, микрофоны. С кубиками, как в КВН. Ну, аж приколы будут рассказывать. Видимо, любители, которые нашли микшер и поставили ноутбук. Я даже сама могу справляться с таким оборудованием. Где крутилки? Я не могу у меня по звуку. Мне сказали, у меня звук сдавленный. Я не могу. У меня нет такой крутилки. Ну, Катюш... У меня такой голос, блин, ничего с ним не сделать. Ни с каким микрофон... Профессией... Не выкручивай ей мой голос. Ведущий тебя обязывает в таком разбираться. А для некоторых это дремучий лес. Это где аквариум с алкоголем? А, вон они. Ой, да господи, моя рыбка туда не поместится. Маленькие такие колбочки. Что это за аквариум, блин? У всех одинаковые фрукты. Ну, вот у моего батя аквариум, блин. Две ванных влезают. И разные наполняем. Аквариум. Привет, Алексей. Давно тебя не было в стримерских гонках. Да... Дело у тебя. Я вот заказал в самокате Принглс с паприкой. Сижу балдею. А чё не Принглс, блин, с уксусом? Объективно лучший из Принглсов. Дела зашибись, блин. Сижу, любимый стример смотрит, обнял себя за сиську. Иногда пержу, сучара. Сначала понюхать надо было, пополоскать. Я такого не могу пить. Наливаю ещё один. Да нормально, не ослепните. Чем пахнет? Соком. Соком, да, мультифрукт. А чем должен пахнуть? О, это был секс на пляже. Самый секс на пляже. Ну, Машуль. Радуйся, что он вообще был. Пахнет коньячком и вишнёвым соком. Вам разрешали вообще прикасаться к браге? Она ещё не настоялась. Мне тут вишнёвый сок. Водка. Смокат чё-то охренел, блин. Доставка каждый день от штукаря 200. Ну, так вот, я ж тебе говорю. Все коктейли... Если честно... Ну, они и выглядят, честно говоря. Потому что моя свадьба улучшила. Вы кто, женщина? Ой, Машуня... С такой-то чулкой, блин. Машуня, мы уже все страшно заинтригов... Мы этот лофт снимали в 21-м году для Хэллоуин-тусы. Было плюс 100 человек, там ещё второе помещение. Чади пишут. Лаунж с проектором и скамейками. На балконе оказалось безопаснее всего. Не, ну если 100 человек в таком помещении. Главное, туда сухой лёд не кидать им. Но давайте не предаваться грёзам, а мыслить в фуршетном направлении. Бухла была в аквариуме? Просто сумасшедшая нарезка и салаты были. Блин, ну такую свадьбу самому проще стругать. За что там 150 тысяч-то? За такие салаты? На столе необычные бургеры. Сверху какая-то позолота. Зимний салат и гранатовый браслет. Фэнси. И это... Зимний салат. Всё? А.К.А. Оливьеха. Мало. Ну бургеры инстаграмны. Я ждала этой свадьбы целый день. И я шла туда, чтобы пожрать. Зря. Это твоя первая ошибка. Чём себе не отказывай, курчика моя. Глядишь, и настроение поднимется. А гости будут вообще, или вы просто всё сожжёте? Девочки, чё за салат? Гранатовый браслет. Он вкусный, нежный. Есть можно. Ну и слава богу. Блин, туса... Туса просто... А, вон там какие-то сидят уже, да. Смотрите, так не рассаживайтесь вальяжно. А то вас обвинят в том, что вы пародируете, блин, тайную вечерю по пьяни. А это чё, оливьешка, Жан? Оливьешка, обычно. Зимний, сказали. Чё, мы оливьехи, ёбки. Чувствовалось, чего-то там подкорчилось, поэтому я в сторонку, этот, оливье. А, нет, в смысле, мы не орём, оливьехи реально так себе. Тут вот креветочка, мне кажется, есть, да? Фэнси. Бургеры, они были и с креветкой, и с гребешком. Что-то пахло мусками, а что-то пахло вкусно. Я все... Описала любую мужскую ходу. И с гребешком, что-то пахло мусками, а что-то пахло вкусно. Я все бургеры с креветками выбрала и съела. Я прямо... Ах ты моя ж сучечка. Ну ты просто, блин, остальным подставочку. Кайфанула. Ну кайфябре себе устроила, гля, малая. Ммм, крыванка. Машуль, ты мои слова слишком буквально восприняла. Гостям и молодым, может, тоже бургеры с креветкой бы приглянулись. Но этого мы уже не узнаем. Но они не звезда телеэкранов, блин. А вот, кстати, виновники торжества. Встречаем. У-у-у-у. Это кто такие? Выходят молодые в сопровождении танцовщиц. Ну просто, а, господи, ну. Ну, я не знаю, у меня в такие моменты почему-то очень грустно установят. Маш, блядь, круто. Твой гагристал. Конечно, красота тоже, блин, наклюкнулась. И тут же начинается танец молодых. Ну, это просто охеренно. Один из самых красивых номеров, который был на 4 суток. Здорово. Это не Николас Пич. Это Дима Дюжев. Давай смотреть мой сериал про Бааааааайдина. Ну, если будет. А пока у нас прекрасная история любви. Спасибо. прям нежность да пташки мои смотришь на влюбленных и душа поет но это на кике а за остальных не отвечаю какие-то они кислые все да там говорит косплееры или джун кое-что что гости вообще не знают ни пару не то что сири жена оба поздравлений не танцев я ребят не ожидал я не свадьба потому что не поздравлю не ожидал я что digital зум так пригодится на первом уже выпуске после перерыва но почему-то на втором этаже голые жопы не танцев катюш ну тогда бери все в свои творится то за дядь профессионально брать клубежник нальные ручки ты ж у нас спец по праздникам сильнее не могу там стационарной другое дело и ряд курочки растрясем першки а диджей что-то сам блин а он сегодня типа не будет диджеить он типа сегодня жених что на организатор праздников и заводит толпу и чонка сжигалочка очень но это жестко это жестко тусева катюш ну твою работу сегодня только по высшему разряду оценить морга похож на подставную свадьбу чтобы немножко бабла отмыть вообще диджей обладает классным навыком сводить музыку но тот человек который здесь и он не знаком не рудненький за что нам все это сали всей гуфорусю в глаза продюсеров пятницы за таким открытием когда будем ржокать над масла чкой кринги ингибитор в крови лопается от количества срамы зависть у тебя зависть 1 сентября от того что звучит на танцполе пока колбасим где игорь что тут сказал что очень хотелось услышать его с этой диджейский если у меня конкурска ну вот один как тул как тусёнок не крутит болванку правда но делом занят да там какой-то макбук 2013 года там нормальная диджести джентльмены встречаем шоу балет балет а вот и ответ на вопросу за жопы о девки смотрите те же самые те же самые ночную ночь они торжественно сожгут его свидетельство о рождении я вас запомнил по небольшой склопе на груди вы ангелом были а теперь вы помойная китана выходит полу ну это просто я еще и креветок там бахнула блин мне уже для счастья татуированы господи помогите с неприемлемой свадьбе а это искусство мысли стриптиз ты у нас гибкая от природы но поработать над гибкостью взглядов не помешало бы невесте вот шоу нравится а ваши поздравления понравится еще больше а искусство люда я не успела вам рассказать что я обладаю титулами господи сейчас больше отвратительно как только как только одна из участниц берет в руки микрофон все я застолбил этот голос больше никому не донатить но свадьба за три ляма пока лучше была свежий вопрос в тему как тебе дюна 2 а то я не пошел без аймакса и теперь дома никак не посмотрю да нормально под конец эмоционально устал первая половина первой дюны мне больше всего нравится из всего кино снятого область 2023 обладает титул миссис челябинская область 2023 вау 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 неожиданно молодец миссис между прочим миссис согласен наша катенька прям сундучок с талантами а подарок будет я хочу раскрыть внутренний потенциал твоей супруги будем дышать маткой катя решила научить дефилировать невесту ходила бедрами там так вот страны стороны но это очуметь а то она блин не умеет ты посмотри на нее сейчас же мантию мантию наденет блин обучить ее походке креветочного вора следующее задание нужно скипни в смысле скипни и так скипни самый сок вообще течет прям по уголкам рта смысле скипни в смысле скипни блин запоминай в жизни пригодится чтобы мурашки по телу катюш по тонкому льду дефилируешь это невероятно ощущение что катин конкурс это провокация катюха серый кардинал это просто действие это твой мужчина люлочка давай вау вау баттл кафе не трогай моего мужика людмила проявила себя вообще с другого ракурса что он как сказал она подозрительно громко без микрофона ты касалась моего мужчины извини дорогая это было просто действие без локтя мы были в шоке страшно бессмертно просто вообще мне показалось это лента для паути для для мух для ловли мух визит мне до игре вообще все равно людка не уверен он не боится что уведут ее мужика такой кандидат понимаю задание катюш и выполнять ты не будешь ну давайте тему переведем чтобы до рукоприкладство не дошло главное за булдыга сезона люда чтобы он никуда от себя не убежал бюджетные подарки из сексчопа на ручнике что она пристегнула его к себе чтобы королева я конечно верю в крепкие чувства игоря а вон какой-то мужик тоже руки против маша ловко придумала чтобы уж наверняка смотрим люда просто выносит торт красивейший по моему что-то под развалился вот поплыл тортел а где жених жениха нет его наконец-то украли в торте или в торте пишите в чате как правильно хочу расстраиваться вот он объявился уже я думаю вы украли на выкуп них а все побоялись украть жениха потому что лютка выдала все лютка может размотать за игоря как его блин людмила падает в упор но дело тут в другом жениха ты украли а выкуп не подготовили вот игорек и изволил гневаться и горюк тебя и горюнь тебя украли а вы бы выкупа не было да и пришел обратно да хотя украли согласовали бы никто не на донатил блин на выкуп ну хоть червань стоит скинул за баба блин я внизу стоял эти девки мне сказали выкуп из них а все пойдем мы тебя отводим как твои адептские поживают и как вообще к вахе относишься индифферентно всегда хочу в нее вкатиться ну как ну я немножко поигрываю там в игры но я начинаю как бы углубляться в аху и мне сразу не и сразу бываю в хуй а становится неинтересно да так немножко покатался парадным веселем весям и вот к вам вернулся если честно людо было неадекватно вот у нас стоит неадекватная рыдает чем не сказать давай а чё рыдаем-то джон вот ты людочку береги не играй на нервах и учись сглаживать острые углы предлагаю примириться и закрепить результат тортиком тортиком а так вот он чё с ножом то стоял двухъярусный фиолетовый там очень много ягод нормальная сухометка крем был хороший а крыши были сухие очень ну как так то должны были пропитать мне нравится он это смотрел для нормальной свадьбы нормально сверхъестественного но мы просто по нижней планке ну что дальше такие слова людмилу жениха не потеряли конфликты обошли стороной пришло время курчки мои ставить оценки но это будет по низкой банкетного зала на сливаем ставлю 4 балла шарики веселье и все больше глаз ничему не радовался только веселье слава богу за бакетное меню на свадьбе передай как же она нажралась она в отъезде и скучает машуня не стримил давно передавая ячмак в пупак и скажи пусть скорее возвращается в солнечный казахстан смотри я в казахстане чтобы она возвращалась в казахстан и уточнение я в казахстане машуня возвращайся срочно я ставлю 3 балла потому что нечего было жать ажурала как не в себя блин и я ставлю 8 баллов ну вот нормально на самом деле мне понравилось за жениха людмилы ставлю 6 баллов обычный парень ничего супер крепкий средничок мысли работяга блин главный диджей электростали мне нравится название электростали это вот к вопросу про вархаммеру что такое электросталью можно проламывать некронов мне кажется его и в рваться в ксеномору как они там называются вот и все ты замужем теперь электролинолеум мало кому известный уральский городок скажет мало кому а карлик знал тридцать первый президент сша герберт гувер ведь он работал горным инженером а про гербета грувера блин гувера знают еще меньше тем браке кэштэм гуверская дамба гуверовская дамба на афлайф его а она не факт но мы заводов кэштэм и даже владел к нам замазали акции компании ну а наша екатерина здесь завладела сердечком евгения господи наконец-то нескупы всем привет меня зовут катя мне 37 лет мне зовут евгений мне 41 год красивая пара праздничных мероприятий я ведущая а женя звукооператор какие-то все сегодня креативные диджеи один я сижу блин хреном груша околачиваю знакомые давно отношения одни диджеи ебаным другом не рассматривали я женат был катя была замужем и в красивых не рассказывать о да там с приколами кардинальный изменился или ты просто рад меня видеть или мы блин свадебные ведущие однажды она ко мне подходит и говорит жень я развилась судьба сложилась так что именно дико пик привет очень скучали по тебе недавно открыл для себя аудиокниги озона к же никогда не буду прежним после ночного такси какие ты слушал есть любимые ну во первых есть обзор на ютубе все его нахваливают я кстати не смотрел нет я немножко только дано слушал блин я могу сейчас это найти или не могу ничего я не могу блин я я на шоу я я сходу не могу я сходу я сходу не смогу сымитировать голос сходу не смогу сымитировать голос озона нет я блокнотика сказал микроблокнот какой-нибудь а а9 не знаю премьера премьера рассказа на стриме микро рассказа мэйч это это был приют для животных кота не хотели брать люди потому что он выглядел старым но он не был старым у него были грустные глаза иногда он смотрел свое отражение в миске воды бил по воде лапой и отражение словно улыбалось ему иногда он и впрямь блин тут все наслаиваться ничего не понятно иногда он и иногда он и впрямь чувствовал себя ну видимо старым видя всех тех животных животных я не могу так крестить как он так блин как крестит когда рассказывает но он выдумывает на ходу он выдумывает на ходу вспоминая слова иногда он и впрямь чувствовал себя старым видя всех тех животных которых забирают из приюта молодого котенка поселили к нему в клетку и старик в скобочках так его звали научил его всем трюкам заглядывать в глаза людей играть играть лежа на спине котенка забрали буквально на следующий день но старый все равно чувствовал гордость словно повлиял на это однажды вечером мимо опустевших вольеров к дверце старого подошли это был древний старик мы не знаем сколько ему сказала сотрудница приюта тут уже место заканчивалось типа должен был рассказ умещаться в страничке поэтому торопливая концовка из под очков смотрели молодые глаза это же кот а не ну раз меч называется типа то видимо а не девушка на сайте знакомств вот такой рассказ такой рассказ а кайф в этот же период я тоже развелся то есть ты узнал что катя развелась и волей судьбы тоже развелся лил концовку закончил место на на листочке что ж было дальше ну начали друг о друге узнавать и я начинаю понимать что Женя там умный и начитанный нам всегда есть о чем поговорить с человеком можно найти вот это душевное состояние равновесия можем а зон лучше ну вот блин да Женек отбрось смущение лучше расскажи чем тебя Катюша зацепила привлекла ее женственность во первых она очень нежная с Катей я впервые себя почувствовал любимым увидел заботу матери о своих детях в смысле о твоих детях каких таких детях о детях ты нам не рассказывала вот уж точно Катюша пал на сюрпризов да там что-то детей на баскетбольную команду у нас Женя на двоих четыре прекрасных детях две дочки у меня и сыночка и дочка у Жени ну нормально я очень люблю всех реально баскетбол очень сильно ну это добрый выпуск в холсом выпуск в холсом к ним привязан причем буквально ну что за прелесть дом полная чаша и как вы такой дружной компании время проводите очень спортивная семья любим совместный отдых пляжный волейбол баскетбол как же они скрипят кроссовочками кучу эмоций заряжаемся на целую трудовую неделю Катюш и где среди такого плотного графика ты нашла силы и время на участие в конкурсе красоты помним мы про твой титул мисс Челябинская область были ли другие конкурсанты и прочие неудобные вопросы он меня вдохновил и я решилась на этот шаг поучаствовать в этом конкурсе сестра обладательницы титула отхватился королевну Катя у меня была королева еще до этого конкурса От 8 а теперь официально Andrew мбла мужики учитесь smooth смод ты получается настоящая королева Женькиного сердца Валди и как же делают предложение таким важным особым ну мне нравится эта передача это прямое доказательство что в тридцать семь жизни след и заганчивается а это заканчивается в 48 так как я девочка праздник соответственно мне уже хочется понимать насколько серьезно наши отношения я нашла разговора с вами праздника захотел может я и не против как бы был этих разговоров и прислал и приглашение на госуслугах я сразу же согласилась сомнений у меня не было ура прислал и приглашение на госуслугах чё сейчас так тоже можно но не худшее что можно получить на госуслугах в данный момент а не то слово и раз ни у кого нет сомнений давайте скорее играть вашу особенность у тебя был вот такой вот костюм блин зайца и лучше же ты смог придумать ты мог как-то присесть из тебя могло выпу выпу выпрыгнуть яйцо там было бы попал бы приглашение на свадьбу сомнений а ты были на госуслугах просто инвайт ей кинул как мне в этом дэдлоке вашем кидаю час инвайт так ты киданул эти скорее играть вашу особенную пиратскую свадьбу еще и пиратская таким-то костюмом зайца катенька как настроение просто кира найди жаешь вечеринка будет просто пушка йохохо и бутылка рома ссылку на хомяка я тоже так делал работает безответно а может быть там просто вы вызов вдумайтесь хоть на минуточку на секундочку возможно если вы посылаете инвайт на свадьбу запрос на женитьбу на госуслугах возможно там просто нет кнопки отказаться вистать думать всех наверх курочки мои вы где как настрой вот они еле идут опять блин на свинячились уже свадьбы я ожидаю красивых гостей чтобы было весело и дружелюбно я очень хочу это рассказ я конечно параши придумал прям а цена этой свадьбе я все еще помню как катя под надо тренироваться даже писать фиг знает что написать люблю гуфорецкого потратил все блин у меня последнее сообщение не получается через это блин окошко оба са к сожалению рефреш а если рефреш и рефреш скотина не работает короче спасибо братан катывала к моему жениху поэтому я буду мстить ну начинает ох чувствую евгеши не поздоровится душенька моя умерь свой энтузиазм давайте не будем идут не уверен то там просто лют один ведь такой чудесный праздник такой прекрасный сегодня думаю до панкета и попробую съел крукицев что делать помогите сиди балдей наконец-то и хром я захожу в зал просыпаемся и я поплыла она похожа блин на эту ведущую из телеканала россия только такую более более хорни версию блин мама дорогая держите меня семеро но он кого-то похоже или с первого ли со второго канала как ее зовут у нее тоже такая химия на пол головы я поплыла мама дорогая но ничего так весело проводим детские утренники свадьбы с плохим вкусом меньшова да наверно вас сетки наверху кита балки канаты везде висят но это реально клубешник в пиратском стиле очень все оригинально шикарное оформление было прикольно кроме осьминога вот ведь бесстрашная ты машуль не боишься за такие слова с их того осьминога оказаться само кафе для города кэштима конечно супер а для москвы ну конечно это как-то маловато ну извините блин мадам я просто в помещении один на один квадратный метр главное не помещение смотри какие туда пришли блин уходящий в а3 в женщине вим-вим-вим юночка так ведь мы и не в москве мы даже уже нормально мы в дальнем плавание добро пожаловать на свадьбу евгения и екатерины бюджет гуфе не у меня это штук и верно деда хрюк на пожалуйста для мосикой пообещай что следующие две недели будет марафон четырех свадеб не а мыслям 3 и 100 тысяч рублей стиль пират спасибо фишка эффектное появление невесты наш эффект не да блин из-за спинога привет привет здравствуйте это невеста неожиданно подходит на ведущая я команду этой посудиной кажется там реально все мероприятия просто пиратском стиле ханука детские утренники вот этот праздник где отрезают крайнюю плоть я понимаю что очень знакомые правда лицо знакомое ты ли это как я рад тебя видеть курчка моя развеселая айда взяла микрофон капитан выходит сюда вы должны какие-то похмельные женщины друг друга перетанцевать и как зажгла эту свадьбу но не знаю не знаю на что зажгла но камера как будто было и фоните как следует вообще просто расслабьтесь и наслаждайтесь корсар я уже ручки они же морские если бы курсета на этой вечеринке были бы обязательным требованием я бы насладился еще больше ручки на костыль давайте последуем совету это ебейший photoshop и кайфанем как следует экипаж погляжу в полном а говорят нейронки не нужны составе отчаливаем ну то есть начинаем регистрацию но как за такое пиршество 300000 удачи балин она в зундуке за трацию я без пистолетов без пистолетов это все же без перспективные мероприятия фишка свадьбы эффектное появление напоминаю милого мужчина мужчина честной судьбы гений воробей а так это еще и пираты горифского моря дебы оу не так просверлите дырочки внесите внесите дрель шляпа парик вот это кипарик это вообще это нечто вот эти какие-то на не до 1 в 1 жуни дэп ну нынешний ниточках капельки для гигиена зубов наверняка даже лучше да у джека воробья такая же капитана джека воробья месть катя чую позитивных комментариев от тебя мы сегодня не дождемся бей по сундуку блин а вылазь курочки вы там хоть похавать кинули сколько там лежала эффектное появление невесты а это как мы как можно блин эффектно вылезти из сундука блин может быть там тоже какой-нибудь сухой ли ну там может быть какой-нибудь петарда когда она вылевы выстреливает когда она ним фишка свадьбы есть предположение как-то будет но хоть дома как уверена что невеста спустится пока на ту я вижу сундук из него вылезет катюха ну рядом дым как можно эффектно вылезти сундука блин и не помяться еще ну гости просто что же там может быть реально пистолетов надо уклониться в дру блин вдруг сразу начнется вращение я смотрю вас легко удивить женщина я смотрю вас легко удивить женщина появление фоу да ну в целом веселее чем обычные замогильные свадьбы поэтому одобряем каштымский креатив каштым 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 нет к шиши кши это крестовский каштым каштымский креатив одобряем выход мне не понравился бессмысленное действие как же им весело на похоронах наверное не ну если похороны в этом же помещении людочка мы другого тебя не ожидали нарисовалась хейтерша ничего так ничего невеста выглядела как пиратша черный утягивающий корсет это в какой части в 3 4 было блуза тут такой один шлейф третий какой белый никера найтли классно платье классно шляпа выглядит дешево ну сегодня все как на какой-то кабары извините не извиняйся за кабары людмила 1 прощают кушай огурцы он и 5 нет ни портман ну как ну которая блин дмит не мишель готовы ли вы взять ответственность со счастьем и любовь шо махарик наверное кольца выносят во льду надо будет разбивать долоту ну заморочились пищевом контейнере достать эти кольца нереально важный джо рано радуешься надо еще его по кровочку открыть замерзла разморозь ее силой своей любви давай поднажми пиро джо ну что-то как разломал ну сами от из двух тысяч семнадцати но если по звуку судить это плюс или минус вернулся почини плесмем алерты так они просто отключены чё их чинить включу да вам не нравится звук я настраивал звук он не должен клипать должно быть все кайфово микрофон как у соловьёва а ретро звук звук айца последнее было время было слишком много басов я поубавил басы поэтому это кринж ужасно не кринж а карамба без паники курочки голос у меня так у слаб голос ласкает просто верен скоро золотишко окажется на пальцах вот справился голос охеренный микрофон охеренный я охеренный эти вот тоже там за булдыги чё-то сидят хавают ну богатый мужем и живой ой слава богу вместе не смотрится органично очень красивая пара микро хрень но я хочу свой роут этот починить а я же недорассказал да я его просто достал ради прикола послушать как он звучал он три дня 33 года примерно лежал в кладовке он сломался почему это микрофон купил и он нормально звучал он нормально звучал вечер я уже обрадовался думаю нифига чё может с него попробовать опять а на следующий день опять начал шуметь у него такой звук там какой-то конденсатор видимо лопнул чё-нибудь ветряной звук отрегенерировал и за вечер опять сломался короче прям печально на столе овощи и перец мои любимые у тебя был роут все это время он же охеренный он сломан очень много брака в них кстати часто жалобы на брак и если кто знает где починить роут расскажите а с кальмаром и скрабом и мясо язык брускеты креветки и кормальная жралова там и корзиночки сира я попробовала эту икру и и достоверил что это полняк я кормина кто бы мог разошлись в версиях то показаниях путаются подумать крабик очень вкусный но не соленый то есть только что краб настоящая из края до стране отомстила прошу душенька давай вернемся на позитивную корзинка из жареного сира а это буженина да мне понравились брускеты честное слово мне как будто было очень сильно мало я только жду жрешь и жрешь у меня скоро будет свадьба моё меню будет лучше у меня будет блин ага кабана знаем что на твоей свадьбе все будет ого-го ну а на этой свадьбе все йо-хо-хо и местный контингент кажется всем доволен ну-ка сразу как как и штым блин так сразу контингента погляди ведущий да йо-хо-хо и бутылка рома не нашла няра вечером я люблю белое сухое вино и его там нет на пиратской вечеринке должны пить все рум людочка ты только осторожнее не мути шторм в трюме закром похоже нормально божон кусовой периодически выходят девчонки в тиратских костюмах так так а это еще кто похоже на сразу на снимать чтобы это буберела прижала груди и гладя мои волосы говорила бархатистым голосом какой я хороший порсен какая буберела вудада буберела куда-то буберела или вот это буберела или то буберела или хавающая буберела надо уточнить чё снимать блин такой хрен где кыштымские пиратки похоже наше судно берут на бордаж но кстати красиво я бы с ними создал отряд в скал энд боун такая зажигательная музыка прикольный танцы смотришь и хочешь с ними как будто потанцевать осуждаем ну тогда свистать всех наверх встряхнем костями как пишет один админ 1 малоизвестного телеграм-канала про нижний интернет по любому поводу и без осуждаем намек на нетрадиционные ценности пробовал танцевать фламенко мужчина там очень получилось но гостья приехал с москвы но подержи ты никакой страсти мы если у тебя же можешь тоже фламенко вот те здрасте хотела танцевать фламенко а в итоге танцевала с фоменко вот такая наша доля блин женская никакой страсти ну ничего людочка придам на нее по четыре человека набросилась береги порох для своего капитана и горечек небось локти в электростали кусает объявляется танец тверк а да зачем люда начинает просто как бы тверкать что не надо мама пощади блин электро и пошли дите к штамм и танец я тверкаю с детства вообще с детства от себя где в пионер лагере или в комсомольской организации научили закончился тверк что-то вижу что люди флиртует женихом видимо решает отомстить катя за то что она потрогал ядрючий караул блин мне показали единственный тверк который нам было интересно ну там просто какой-то нереальная тусева там и женщины в клетках блин . таранит лодку любви наших молодых писавщина милые пробитая корыто милые вы просто кипяток боюсь однако обожжется игорек житейская мудрость это красиво сопротивлялся сопротивление бесполезно ром рекой оголенные красотки биснуются на брудыша осуда официантки в щеке пташки мои что-то страстью вас закипели нешуточные хорошо хоть катя ничего не видела давайте-ка отвлечь катя что-то терпит я смотрю омся вижу верунчик какой-то конкурс затевает до команды набирает пошла ты гля сразу пошла обычно принципами на такой чё творится чём конкурс ну это невероятное визит она из него и не выходила конкурс очень веселый мы с машей так отрывались там мы даже по умолчанию делали какие-то моменты я запрыгиваю кто-нибудь расскажите им про джаз-дэнс это реально раскачает эту свадьбу на нее она уже меня ловит я понимаю танцы с морскими звездами это все игры машка манипулятор а жанка она как бы ведомая но простая девочка никому доверять нельзя каждый сам за себя ауф да не поправляй все свои не знаю я вот верю в дружбу и искренность ну это бесовщина происходит блин выходит танцовщицы ну это красивая только что-то проводку уже похоже сгорела за ними выходят молодые ну все техно пираты моё любимое все снимали никуда не выкладывали трогательно ребята молодцы хорошо станцевали да танец был на пятерочку может ну креативят все креативят костюмами станции эту сладкую парочку поздравить самое время вы со мной согласны курочки я придумала конкурс задумала я уверен твое поздравление будет захватывающим и надеюсь она не расстроит нашу не гадить идиот весту заключается он в том чтобы жених узнал свою жену по прикосновению что это воздухе да это месть снифа снифа у моих знакомых была свадьба в стиле колхозного панка все из-за последствий сериала по королю и шуту был говнарский дресс-кот и все такое столько блюющих людей в одном месте я не видел никогда был говнарский дресс-кот господи как же я плохо говорю слова месяц три моего на это явно не положительно был говнарский дресс-кот и все пришли в своем мы все по очереди кружим вокруг жениха девочки держитесь без рук я вас умоляю катя сама первая выходит попой трется ладно можно с руками но я хочу повторить то же самое тоже маленько потерлась почему она не я у тебя банан в руке я естественно его касалась грудью я там просто все женщины я сдаюсь девятый вал валит на повал ведь это же чья-то мать скорее всего нет нет ну ну будущем одни на ночь но она чья-то кто-то так ли людо но она гражданин общества блин я вообще-то жених-то минус я хотела качку позвить чтобы она никогда не трогала чужих мужа да провела по голове провела себе подарок это женщина возрасте вот такими глупостями заниматься женя угадал свою катюшку ну и слава богу катерина у тебя очень хороший муж я его оценила мы сегодня даже целовались в губы скандал я не удивила но это просто какая-то роковая разлучница образовалась на этом шоу как не верит драка будет сегодня то что не купить да уж людочка палишь из всех пушек может хоть сладенькая поможет тебе забыться на 300 кусков тарти появляется свадебный но все пиратская пират он трех по 13 лет кому срались пираты можешь пожалуйста сказать бебезина для моего любимого донички меньше чем 3 но тебя бебезяна должны пиратов пираты нарисовали паруса это как-то 8 реально кто-то заморочился как будто рисовал сама от руки вкусно для как будто бром авторская работа нижний ярус на эту каюту да но это засрет все понятно просто галимое желе творительно сладкая звезду смешить а не торт ты хочешь меня джемом удивить иди сюда людмила и на и сейчас яла тебе будем разбивать мразь на 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 умира а и сука блги она и тебе мало поняла на еще говно сраная жримра и сука сбал приносят другие кусти это морковные я вообще обожаю морковно это добро морковный уважаю забомбили все что было морков не полезнее чем сама морковка посуде можно съесть килограмм морковного торта это как одну морковочку съесть по калорийности кухни все что осталось со вчерашним вроде нормальный покатит да задобрить люду задачка не из простых пиратская свадьба да мы поняли корсарочки цесарочки пиратское гульбище подошло к концу давайте оценки выставлять да ни одного ванписти крепер ну а за жопу прихватили потому что его не было это более кюзит за оформление ну людмила просто рвет и мечет банкетного зала на свадьбе кати я ставлю один балл потому что оформление не было что начали а нормально хлистали ром я смотрю она сама построила свадьбу под само заведение за банкетом из креативила нормально 8 баллов все было вкусно я наелась прям даже объелась за жениха катерина я ставлю единиц но как могла она вообще такого вот ну вот серьезно людмила просто пошла в рукопашную ну вот и все специально показали низкие оценки это сильнейший из претендентов сегодня это перь город в котором когда-то великий борис отрекся от карьеры пианиста и твердо встал на литературный путь а сейчас свой роман здесь пишут мария и ее возлюбленный евгений евгений ты видел как она а я же 34 года точно мне 37 мы индивидуальные предприниматели у нас небольшое семейное производство мы делаем натуральные полуфабрикаты балды что-то я не понимаю я бы купил у них немножко вареников вы еще не в браке а бизнес уже называете семейный блядь в этом году что я вам всем сделала за что хейт грудью трусь не об вас вот и беситесь кадир с рады голоса господи те самые у нас было бы 10 лет свадьбы я бы съел их вареников естественно мы не развелись а посмотреть как они их лепят за и за дополнительную плату сидя в шкафу вы получается второй раз в одну реку решили войти но рассказывайте по порядку с чего все началось какие-то персикового цвета вот эти клуб барменом и там встретила евгения у нас начались отношения не надо понял очень быстро что такой над следовы так долго мариновались мы сыграли свадьбу развелись это вторая свадьба а куда ты задираешь ему новую дикос мне тошнило буквально от всех салатов от гостей после всех вот этих впечатлений не пообещал маша что сделаю на пятилетний юбилей нашей свадьбы что-то очень мощные грандиозные но через пять лет мы уже расходились баба мы тоже что-то по-своему грандиозное но что случилось-то после рождения четвертого ребенка отношений уху хера себе улучшились дети начали болеть мне очень тяжело было мне нужна была какая-то поддержка нормальный такой чеховское ружье а же не что я занят был вот как поднадоела после четвертого ребенка вся эта тема я очень много сил за пять лет ну как бы вот да в обеспечении нашей семьи как бы финансами там просто ты мне не понимала в тот момент а тут что-то поняла четверо детей и развод ну кто старые помянет глаз вон и как так вышло я считаю надо пробовать еще раз пробуйте 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 все встала на круги своя полгода мы практически не общались если общались то ругались же не ограничил доступ к деньгам забрал машину бизнес евгения официальный ублюдок если в чем не прав что вы скажете в свое оправдание да ты не понимаешь я это делал чтобы сделать так чтобы ты поняла что без меня ты не сможешь ты же поняла в итоге я понял а тебе зачем через полгода же не приехал к нам подошел ко мне сзади обнял то ваш машину обратно и стой моё сердце расставила на машине на самом деле это были сам мельмени выглядит офигенно месяцы без мысли ну короче непонятно что ваша любовь победила все преграды описание звучало не как будто любовь победила все преграды ну ладно зато семья воссоединилась дети довольны стали больше времени проводить вместе всей семьей консультации может быть очень мощные очень энергичны любим отдыхать весело проводить время активнейшим красивая семья я не говорит что он любит меня даже больше чем в начале наших глубже клубничка недозрела у тебя деньги мы сделали а да что происходит губки немного сделали а еще чем похвастаешься машуль и квартиру и машину и бизнес что изменилось за полгода блин откуда бабки все переписал на меня ты получается меня хомутала да чел машу не вижу ты прям светит одна ошибка этой ошибки не хватает только одного маленького штриха чтобы все было ну совсем идеально меня горожали бы сначала акушер пожал мне руку потом мать не сказал не переписывай на жену квартиру никогда первое что я не услышал в роддоме пришло время после блин ты все на нее переписал вещанию жене сделает для меня хороший праздник свадьбу вторую получать ну пойдем скорее женить вас второй раз машуль я не переписал как настроение будет самая лучшая свадьба у самой лучшей красивой невесты и два раза себя еще и два раза его на себе женил или себя на нем я так и не определил отвечают у меня за все женя я девочка я кайфую я думал такого все-таки не бывает а вы как тоже в хорошем настроении кайфуете там какая-то идет просто маска зору так как у маши самый большой бюджет я жду от ее свадьбы классного меню как там блин кобель платья хорошие программы ну у нас обычно на теле стримах нету мемалертов прости пожалуйста обязательно будет атмосфера просто за мега бомба мега бомба машкина вторую да тут я смотрю мега бомба уже выдвинулась блин по направлению к дислокации имя маша заявила о том что дресс-код для всех гостей это черный ряд соответствует это мой образ на черно-белую вечеринку маша у нас красная потаскуха девочка страстная но мне есть чему ее научить ой девочки я снова блин пошла в отрыв не сомневаюсь ну что девчонки как настроение да отлично я заинтригован скорее проходите в кофе армии такое видела там из веганцев снимался кафе курчики хочется вас повнимательнее рассмотреть у е-бар сейчас такое будет люда снимает плащ а у нее там красную сетку перчаточки такой корсет на ее пышном теле грудь все дела ну покажите ну требуем но просили в черном и укрыться с головой в океане страстей под названием людмила из электростали носили в черном скучные серенькие яркой молодцы курчики соблюли дресс-код теперь дел за малым я блин в черном 1 люда 100 ориентировалась провести время ну мадмуазель ну мадмуазель нормально стилёво сколько это стоило полляма электро людмила первое что мы увидели это оформление просто гэтсби ты как хорошо что мне за 30 сам дважды уже женат но все равно залипаю на твоих стримах на величайший контент чмок меньше чем 3 спасибо ну класс фраза которую никто не говорил никогда как хорошо что мне за 30 фото зона у нас огромный шаг фото зона от озона изображает землю ну а объективно луна ну ладно красивенько мне нравятся цветочки очень классно землю вот эти катеришки конечно тут лишние ветки вот эти засохшие с людой что-то произошло возможно было какое-то кислородное голодание в ее свадьбу возможно это сейчас перми так модно или что это это президиум блин кати придиралась но машуль то чем провинилась впрочем думаю я знаю что может тебе поднять на души брата кайфусь мари я только рад ой а первое льет сарикой ну гэтсби коктейли что-нибудь более оригинальное б-52 например люди берет коктейль б-52 знаменитый который можно поджечь символично люди ведь в следующем году вам исполняется б-52 год и все так же горяча что выпивать на чтобы она горела огромный шар это ты люда а там луна чел ты разговариваешь с телепередачей а я не против он не смог поджечь все спиртовые пары уже все вот опозорился перед людмилой настолько опозорился что пришлось лицо замазывать я никто блин больше коктейль не купит у тебя блин опозорился по федеральному т.в. перед колдунами позорит перед людмилой сколько нас там ждали не знаю попытка номер два надо поджечь васька надо поджечь о заодно и депиляция верхней губы происходят когда такой коктейль пьешь ну чё погрел эти душеньку при я повторила бы прекрасно вон тот пей вы бы вы дошли в толку лезет плана чтобы это было покрепче куда люда с огоньком влекая но там уже регистрация начинается причем здесь сукая луна и и молодые между прочим сами вести будут и это напомню фишка свадьбы я надеюсь в костюме зайчиков там детей блин вагон и маленькая девушка не вместе с сыновьями а не ким ах точно я забыл кто жених малышки еще ну хорош так и не скажешь что все на жену переписал за них симпатичный маленький хорош чем симпатичным прикольно костюм такое черная рубашка черные брюки туфли начищенные прям энергетика у него такая туфли начинка на позитиве парень конечно позитиве блин второй раз вот такую себе звезду с неба достал так вот почему луна мы прям сейчас встретим наше очевидно невеста по бой не она это красиво конечно это будет маша невеста со своими детьми с девочками вот теперь видно что вишенки сделаны машин коктейльная мега открытая вечернее белое платье я уж думал как а то как бы на фоне черных гостей недостаточно бы это как же она его блин ну как бы лупит но ктейльная у нас как же она его бегает сегодня только людмила из электростали а тут такой лук загляденье да все малая сети декольте было у него на сюда мне все-таки хотелось ну прям вот немножко прям взять нитку зашить и да немножечко по умеренности бы поумерить наружу торчат хоть что-то бы прикрыло я не знаю а и курочки так плохо и так нехорошо а машка между прочим локти прикрыла и плечи и поясниц тоже такие у всех платья маша же они выглядят гармоничными дополнительно оригинальная друг друга как будто в плохом сериале снились для телеканала нтв и теперь нога красной коровой дорожке стоят машка статная высокая красотка и рядом такая маленькая бедные мужички которые снимаются в шоу 4 свадьбы их осталось всего 50 красивая пара за что я люблю машу люблю за то что маша готова на все ради семьи за ее невероятные глаза они какие-то волшебные не зеленые тёлки согласно голос дрожит почему они решили сами это все сделать может маша решила экономия сами себя женить ну такое себе фишка не сыграл душ не из сундука блин вылезать у тебя каждой своей клеточкой и моя смерть перепиши на меня еще одну хату выносят кольца дети это очень мило когда в особенно маях уносит это прям милота власти какие же сейчас дупал и мама дорогая держи меня там или львове я объявляю нас мужем и женой еще на 10 лет а потом третий раз у вас какой-то контракт это подписочный сервис на 10 лет на плотиру купил подписку на 10 лет на жену турецкий аккаунт добро пожаловать на свадьбу евгения и марии бюджет 700 тысяч рублей стиль черно-белый фишка регистрацию ведут молодые где же там 700 ты что я вижу тарталет очки конняну тарталетки реально грозы на пешке много разных стаканчиков внизу соус хавчик стильный ну ну ты что мясо там оливки ну что сверху шпажки овощи ну что смотрите какая штучка на фоне этой свадьбы должна звучать эта песня срочно включи пожалуйста ссылка удалена братан не переходи по внешним ссылкам просто опиши название что это как вы думаете люда даже не знаю что такое каперс видимо в электростале нет каперсов да да блин не в черном что за песня это еще и звука ну совершенно неподозрительная ссылка как бы вк точка ком слэш видео реф нижнее подчеркивание домен домейн равно яндекс тире видео . на яндекс точка сайт икра вкусно ну каперса днёш вкусно я каперсы в оливье добавлял в каноничный рецепт типа это натуральная даже падает по натуральному икра зашла ура люда что-то одобрила тарталетка нет она стрёмная сухая твердая а выглядит не долго музыка играла люблю ли я каперсы равнодушен оливки люблю нету я не знаю кто-нибудь добровольно как бы покупает баночку каперсов заточить как с оливками бывает вряд ли тунец вообще превзошел себя и первый раз вообще в жизни попробовала в принципе все вкусно но не от выглядеть саксушку каперсы тунец как языски похоже на тримах и тоже смог свадьбу за 700 коза бабахать но зачем на этом фуршет не заканчивается спасибо выходит чем как-нибудь тайку с ростовой куклой там посекунчики там написано что-то вроде того что мы сейчас должны все описаться от ее там мега посекунчиков впереди это пирожки которые с мясом вкусные курочки прежде чем писаться давайте продегустируем и как вам во-первых мероприятие явно элитная какие посекунчики во вторых почему замазана была рожа мужика там что гослинг девчонки а так это людмила все это время было а я думаю что то секс-бомба в маске обычный пельмень но надпись оскорбительно написано но я очень обиделась что запланировать да мы поняли вижу что люда с грустнула у него даже слезинки не захотелось ее поддержать люда ты добрая женщина уже нет да что давай взять тебя такую дурочка какая она думает что я не понимаю что она делает считаешь она ведет двойную игру а там уже тройная игра конце проекта мне кажется у вас еще есть шанс подружиться но чисто гэтсби вечеринка все просто бухают и по углам стоят трусы девок и все как с дубая и сделано и губежки сделано ну да вся пермская элита мотор продукт для лютка у вас и так все на высшем ну как его там уровне люда просто зацепилась языками она была все там центре внимания люду можно быть уже в переме оставить я вписала веселиться я буду веселиться ой там аллегрова играла мероприятие резко стало менее элитным вы девоньки подтягиваетесь нечего скучать сторонке кавер-группа прям вообще зажгла ну реально такие драйвовые классные ну кал одним словом да обожает мужское внимание а если объявили танец какой бюджет бесконечно находится для себя жертву небо предел я ей не отказывает она танцует молодец кавах муталтан на снимай меня крепкий счет действительно чуть-четовать муж блин сидит другого непонятно зачем замуж не понятно ну танцевала и танцевала чё себе что-то лишнее позволила девчонок просто никто не приглашал сидели обтекали там да и они обтекают а людочка ты в любую компанию впишешься хоть в строительную хоть войти выходит маша в кроссовках на танец молодых не встречает жених но все по трендам 2018 на танцевать не а ну тут завистницы конечно занят за декольте это невероятно просто вообще гля но чувствуется что танец бы поставленные что движение точен и экспрессивно очень ребята ощущение что скоро ксеноморф конечно выпрыгнет только что-то радости в твоем голосе я не слышу когда горько 2 ладно лучше это надо это надо я потерял текст и файл с аукционом 1 до аукциона броди расскажи что это ты там за тело болин опять это я решила проверить машу действительно ли она такая страстная либо это просто пыль у глаза ах ты моя блин по ах ты моя разлучительная забыла нет я вообще была в шоке смысле мужчины всегда можно сказать нет когда вам такой говорят девайся болин ну можно же было у нас элитная вечеринка в селе гасби слизками всего обмаз подрубил стрим и мне привыкать слизывать это все свадьба майрайт у нас все в этом маша очень эротично слизывала сливки ну наверное видимо не в первый раз ну было и было ну короче молодец справилась да не ну что-то в этом есть конечно в этих ваших свадьбах встречайте свадебный торт вот так вот такая должна была свадьба быть бы все минимализм белое на белом а тут уже рот весь в муже блин торт трехэтажный кайф машина начинает декорировать торт живыми растениями украшать это не очень хороший вкус так ведь на вкус же ну прикольно прикольно растения пробовать не обязательно зачтем в итоге оказался более-менее красивый хендмейд у торта три яруса нам приносит первый красный бархат как могут быть ракурсы ракурсы как могут быть ярусы разными там блин столько ртов ну красный бархат не зашел ммм маковый тоже маковый тоже не ну маковый это скучно морковный первый слой морковный второй слой оливье третий слой соколиная охота салат гнездо глухаря картошечка и фри нормально сладковато конечно но сардельи чек ну что you value волкну ам講 какой- winning a заботливая все три слоя моим пташкам достались но адрес своего морковно оператор пик то есть она была 3 мел essas данный что сошел орикина Оригинально мне понравилось. После оригинально. Не рассказывайте ей про частейки. Сытые курочки, хорошие курочки. Надеюсь, и оценки будут такими же. Да, один балл. Оформление банкетного зала. Ноль. Я ставлю три балла. Ах ты ж, блин, серая. Оформление было, но на 700 тысяч можно было вообще все устилить. 700 тысяч. Если бы у меня было 700 тысяч, я бы был, блин, Супермен. Это похоже на, знаешь, когда бычке полофон тушат. За банкетное меню на свадьбе Маши я ставлю 8 баллов. Все вкусно. Я наелась, но минус 2 балла, потому что было все холодное. За свадебное платье Маши я ставлю 2 балла. Предыдущий донатер тоже слизывает пену после бриться. Вопросы. За жениха Маши я ставлю 3 балла, потому что во мне не зашло. Ни рыба, ни мясо. Он ради тебя позорился и слизывался. Ну вот и все. Ты замужем теперь. Так. Мы остаемся в Перми. Ну и слава богу. Среди лидеров по протяженности в России. Почти 60 километров в длину. 60 километров добра. Как посчастливилось нашей следующей невесте Жанне повстречать в нем свою любовь. Или тоже за второго раза. Меня зовут Жанна, мне 40 лет. Всем привет, меня зовут Саша, мне 35 лет. Красивая пара. Я преподаю растяжку, то есть третчинг. Я музыкант, певец, артист. Ну, Жанна, у нас тоже... А как преподавать растяжку? Достаточно, чтобы у тебя было пара растяжек? ...же своего рода артистка. Растяжку свою всегда с гордостью. Я отхожу от отравления. Думаю. Дай гуфиню любимого посмотрю. И вот происходит конкурс с волосатыми взбитыми сливками. То, что надо. Волосатые взбитые сливки. Ой, он что... Вы понимаете, мой зум наводится по курсору. Это невероятная технология. У вас такого. Не у кого такого на стримах нет? Только у меня. ...демонстрирует... Спасибо. ...такие артистичные... ...восздоравливай срочно. Красивая пара. Прихожу в караоке-бар. Смотрю, парень красивый, классно поет. Все поющие, все креативные. Без всяких вопросов беру. Ни одного инженера, блин. Так вот. Ну, не просто подхожу. Просто вероломно подошла и захватила гнездо. Наша Жанночка вероломно? Да не может быть. Саша поет. Мы вместе танцуем. Мы покрутились, потанцевали. Я говорю, пойдем кофейку выпьем. Мы сидели, разговаривали. Я хотел бы кофейку. Сейчас Саша мне говорит, что это моя фамилия. Я говорю, ну, в принципе, мне нравится. Что там за фамилия? Все, будешь, значит, с ней ходить. Хорош, чел. И она стала зелепюкина. Получается, глаз нож... Слизывая пеночку с гуфалютки. ...но с первой песни, с первых танц, плача зима. Она и не против. После этого мы фактически не расставались. Мы гуляли каждый вечер до утра. Любители гулять. Саша мне и стихи читал, и песни пел. Ну, подзаебал, конечно, конкретно через неделю уже. Ну, че, блин. И на гитаре играл. Эх, не жизнь, а минута славы. Ну, точнее, Саши. Я признался в любви Жане примерно через неделю, в пять часов утра стою у подъезда. Случается, когда тема для разговоров закончилась. Глядя на вас, милые голубки, не сомневаюсь, чувства были взаимными. Людке 52, братан. Они постоянно спрашивали, где я гуляю по ночам. 51. Пришлось признаться, что вот я влюбилась в такого мальчика. Самое интересное, что они меня знали. У всех, получается, невест? Нет, у Людки не было детей. Мы в одном коллективе. Все прицепные. Коллективы с ними. Коллектив, где младшая дочь поет. Когда дочки узнали, они очень обрадовались. В куслирах, что ли? В куслирах. В куслирах. А как свободное время проводит сладкая парочка? Мы любим уехать куда-нибудь за город. Каминчик, костерчик, сидеть, пообщаться, провести время вдвоем. Да врете вы, это дорого. Там же Саша любит поиграть на гитаре. Стример-жадина, 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 стример-жадина. Так. Вот это неплохой голос, он на какого-то килтузада немножко похож. Я бы облизал твои яйца. Спасибо, братан. От души вообще. Говорю такие комплименты. Петь песни. И как обычно, рассказать стихи. Вот ну умеют люди, блин. Не переверись еще рыцари, которые могут просто словом порадовать. Пытаюсь проявить Жанне любовь к искусству. Но она никак не реагирует на стихи. Да ладно. Нет, на стихи согласна, окей. Как же хорошо, когда у каждого... Как же он ее гнет. А предложение, как было сделано в стихах и сидя на шпагате? Как же он ее гнет. Под Новый год подходит ко мне Дед Мороз. Говорит какие-то такие классные слова. Где-то прям кемпинг нашли. Что он говорил? А ведь еще вчера там варили меф. А теперь там делают прекрасные предложения любви. Мальчик у меня загадал желание, что он хочет найти под Новый год свою любовь. И сказал, я сделал все, что мог. Дальше выход за тобой. Саша встает на колено с этим кольцом. Говорит, ты выйдешь за меня? У меня слезы. Я говорю, да, да, конечно, да. Как же еще? Ты выйдешь за меня? Я расплываюсь. Улыбки как дуре. Я тебя люблю. Я тебя люблю очень. Сколько страсти. Сколько... Красивая пора. Скорее отправляемся в полет к счастливой семейной жизни. На вашу... Людка... Людка, испорти им все настроение, блин. Они какие-то слишком, блин, целостные. Прекрасное утро. Настроение зашибись. Она еще не знает, что ее ждет. Господи, она во все стороны просто. Необычных подарков и, опять же, конкурсов. Я их очень боюсь. Это правильно. Это будет иметь последствия. Курочек боятся... Ой, ну все, нормисы, блин, подъехали. Платье у них обычное. Где вот это вот платье, сделанное из желтого полосатика соленого под пиво? На свадьбу не ходить. А где они, кстати? Так. Пока подозрительно нормально. Людка, что-то приуныло. Очень жду эту свадьбу. Аэросвадьбу. И я очень подготовилась. Машу-то чую. Летим без парашюта. Ага. И я... Сегодня стерлится. Есть некое очарование в вечно похмельных женщинах, я смотрю. На этой вечере... Ну, наслаждаться ими лучше издалека. Я буду капитаном корабля. Я буду отвечать за турмбулентность этого полета. Ах уж эта турмбулентность, ну вы знаете. Это, блин, не яхта! Сегодня самые подходящие метеоусловия, курочки. Но я беспокоюсь за Екатерину. Где вы ее потеряли? Кстати, да, а где? О мой бог. О, это же из этого, из пацан против мира. Надеюсь, ты, как владелец телеграм-канала на 10 тысяч подписчиков, уже написал заявление вздианоном в Роскомнадзор, потому что я уже написал донос на тебя целую. А в чем донос-то, во-первых, это еще... Наконец-то, наконец-то, наконец-то стрим. Гуфинчик родной, спасибо. Я не узнаю ни одного этого голоса, мне кажется, это нормально. В стриме люби меня так же, как людка ненавидит всех. Во-первых, это пишется для того, чтобы пускать рекламу. А ты у меня в телеграм-канале, очевидно, рекламу не видел. Во-вторых, еще не вступила в действие, поэтому поглядим, поглядим. Но мне было бы интересно рекламу в ТГ пустить, просто хотя бы посмотреть, сколько бабе... Я в последнее время завирусился, у меня плюс тысяча подписчиков в телеге. Были это... Между прочим, на секундочку. Я посмотрел пацана, да, я посмотрел пацана. Ничего так. Какие ушки у моей подружки. Классный костюм космонавта. Я сегодня удивлю молодых гостей, все будут обращать на меня внимание, это же классно. Классный костюм космонавта, поэтому я пришла на свадьбу в стиле авиации. Ну, вообще. Девочки, вы самый прекрасный экипаж воздушного судна. Все в сборе, а значит, можно следовать на борт. Турмбулентность. Ну, так я говорю это. Турмбулентность. Турмбулентность. Да. Турмбулентность. Да. Турмбулентность. 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 Жадина-жадина. Что жадина-то? Привет, спасибо за легендарный стрима «Август». Когда в Японию? Ну, как всегда, я планирую, и потом никуда не ест. А нету с ней, что ли, нарезки, типа? Ну, пара экшн-сцен неплохих есть в фильме, да. А она, конечно, украшение фильма прям. All clips from the movie. Ну, она. Ну, она. Не все там, конечно, по экшену хорошо. А, это просто клипы, понятно. Ну, короче, кто не смотрел, просто как бойовичок нормалды. Девочки, что это за позывной? Кур-очки. Нас встречает чувак. Значение знаешь? Курочки. Этот кудряш зовет собой. Вот я не понимаю, она делается или бухая все время? Или она темная? И есть ли разница? Мы заходим. Не знаю насчет глухин. Я вижу табло прибытия-убытия. Так. О, и куда ж мы сегодня полезем? Так, Тула отменен. Булу не летим. Шампанское. То, что нам надо. Похоже, направление полета уже выбрано. Ну, более-менее. Мне просто интересно, это все для четырех свадеб заморачиваются? Или реально сейчас каждая свадьба это тематическое мероприятие? Ну, все, полетели. Полетели, девчонки. Ну, она прям с чемоданом. В чемодане муж, наверное. В чемодане ты стекулы мужичка. Стюардессы, красивые девочки, фигурка, все, костюмчик. Балдешь. Прикольно. Прикольно, не то слово. А какое то... Был какой-то сериал американский про стюардесс там 60-х годов. На первом сезоне закрыли. Pan Am Airlines, что-то такое. Машуль. Официантка была похожа не на стюардессу. Запомнилась, потому что там форма была красивая. Вагона. Стюардесса тут одна. Да угомонись, блин. Девочки, посмотрите, какой самолет идет на взлет. Он же садится. Мы видим фотозону. Натянутый баннер. Жанна, она вообще все продумала. В чем прикол, сисяк? Начинаю уже расстраивать. Курочка моя, не расстраивайся и губки не дуй. У тебя тоже все было продумано? Давайте сделаем совместную фоточку лучше. Мы заходим, видим разные закуски. Нормальное хрючево. Можно и... Можно и задержаться у стола. Че это голос? Нет, ну если это еда в стиле авиаперелетов, она должна быть не очень вкусная. И очень дорогая. А для гостей категории бюджетной должны принести одну печеньку. С горжом. Чеешь меня? Очень смешно. Я надеюсь, вы также мои стримы смотрите. Ох, юмористка. Раз уж у тебя аллергия, то отходи от нее подальше к сцене, например. Тем более, что регистрация уже начинается. Только пока я анонс. Первое сентября. Хорош, че. Женихи как на подбор, блин. Все соевые. Выход жениха. Санек идет. Такой бодрый. Знает, как... Так, вот сразу Санек. Я вообще не поняла, что это жених. Ну, такое себе, конечно. Вот эти красные банты, еще что-то. Ну как распознать жениха в красном банте? Ты? Подорванные брюки короткие. Маленькие. И... Да шо ж там за слова-то такие. Ой, Людочка, боюсь спросить. А это что означает? Ну, типа ножки короткие. А-а-а. Капец там прожектор. Выходец, Жанна. Ну, Жанна единственная классика на этом празднике, блин. Гражданская авиация. Платье ее очень идет. Сверху облегающее. Ну как в таком платье садится на шпагат? Кто-нибудь подумал. Выходные брюшки. Все платье в кружевах. Похоже на Викторию Бекхен. Это модель формы русалочки. Уже давно уже устарела. Извините. Ничего удивительного. Да и русалочка уже не та. Это форма Жанночки. А русалочка осталась у вас на пиратском... Тут чисто какой-то такой провинциальный комик-кон пермский. Люди пришли, блин, в костюмах убийц-мотоциклистов. Ну, судни. В костюмах Жанны. Сашечка, мой полон двух. Из двух летового пресвета. Ааа. Жаль, говорит, что я. Ааа. Я прямо слушаю и у меня прямо, честно говорю, кого угодно. Как-то рыба навернула. В жизни каждого человека есть только две важные даты. Первая свадьба и вторая. Ты у меня первая. Первая, когда ты родился. А вторая, когда ты понял зачем. Ничего себе. Спасибо тебе большое, что ты мне подарила эту вторую дату. Это типа, когда на ЕГЭ по обществу знанию сидишь. Саша, ее любят. Потому что нахера я тут. Любит и боготворит. И она кайфует от того. И мне так нравятся вот эти их отношения. Добро пожаловать на свадьбу Александра и Жанны. Бюджет 400 тысяч рублей. Стиль авиационный. Фишка номер от молодых. Так. Авиационный звучит как? Ставку сделаем. Люда. Авиационный может быть институт. Внимание. Кудряша. Сразу подзываем. Так. Как вас зовут? Виктор. Да не важно как зовут Виктора. Важно зачем. Люда какая-то что-то типа. Слад. Мальчик роллы принеси. Погиня. Так. Мне сюда. Салфетки дайте. Мне наполнить бокалы. Здесь убрать. Правильно Люда. Пока одно блюдо ешь тебе уже второе. Ничего так рольно. А как кстати курчики мои кормят на свадьбе у Жанны? Нельзя такое вечером показывать. Твои роллы на свадьбе. В чем прикол блин? Закажи роллы со своим выблетком. С которым ты по вечерам сидишь. Смотришь сериалы. Я здесь не знаю в чем-то грубо. Не конкретно к ней просто. Какие роллы на свадьбе? Казалось что приветки странно пахнут. Понюхай чем пахнет. Со мной. Пахнет. Ну со мной там да. Твои роллы на свадьбе. На свой страх и риск попробую. Казалось не чёток. Пробовала чайбату с каким-то соусом. В целом неплохо. Жить надо так, чтобы у твоего стола была. Те самые знаменитые посекунчики. Бери, бери, бери. Там слово. Хот на. Какая свадьба без посекунчиков? Ведущий объявляет конкурс талантов. Если он заряжен на участие. Так ты ж ничего не умеешь блин. Катя выбегает. Просто действительно твой. Начинает тверкать. Так ты ж не умеешь блин. Люд, вот ты уже с детства тверкаешь. Ну. Как профессионал. Просто какой-то чел сразу. Конечно. Оцени. Есть потенциал у Катюши. Потенциал есть у чела. Ты глянь, что творит. Без собой просто. Люд, вот ты уже с детства твердый. Глянь. 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 И туда убеет. И туда убеет. Она танцует. Сейчас только поняла вообще. Катюха моя жизнь. Гений просто. Вот он секрет, как понравится людьми. Спас просто. Спас просто. Спас выступление. Мерк. Бай. Хороший лозунг. Не хуже других. Еще один гость показывает свои таланты. Он начинает показывать. Сальто. А ведь он был просто официантом на свадьбе. Что у вас на свадьбах происходит? А ведь это был солист 3 дня дождя. Он сначала ненадолго отлучился куда-то. Потом вышел, начал сальтухи крутить. Бомба. Я не знаю, как вы лицали с 3 дня дождя. Хочется смотреть на его сальтухи и бесконечно. Это был пацанной гость. У тебя было еще как минимум 3 места. Давай девочек нашу. Давай. О-о. Я ему доверилась? А. Я бы не доверил. Пацанной чел. Он молодец. Кузнечик. Молодец, Кузнечик. Аж дыхание перекватил. Легенда. Его для этого на каждую свадьбу зовут. Паша по кличке Сальтуха. Легенда у нас есть талант. Это не талант. Это да. Это научный факт. У него не только один талант есть. Только выпить. В нем она лучшая. У него такой скромный. Дик-пик. Передаю привет Эльнуру и хочу замуж за него. Я присоединяюсь всячески. Эльнур, бери. Да, мы с Москвы и давай наливайся. Песят на пятьдесят. Ужасно. Вот это вообще такой зашквар. Я не жалко. Да, если я не жалко, это не твое. Легендарное возвращение по писярику. Людонька, вот сейчас уже и мы, и все жители Москвы, и электростали начали за тебя краснеть. Молодой человек, спасибо за вашу тактичность. А ты... Спасибо за вашу службу. Закусывай, закусывай. Как раз уже и горячее несут. О, я ж говорил. Ну, это стюардессы, горячие. Чебупельки. Сейчас спрашивают, что вам, рыбу или курицу. Ну, с одной стороны стильно, с другой стороны самолетная еда. Делаю я вид, что хоть раз, блин, не зажидел денег в самолете на еду. Это самое неаппетитное, что может быть для свадьбы. Курица мне не понравилась. Я не выкупаю. В анонсе 4 свадьбы написано было. Я пришел, а тут корпоратив пенсионного фонда какой-то. Ну, не знаю, там таких бодрых нету. Но еду примерно так же разносят, да. Не перченая, не соленая. А какая? Как? Понятно. Стоять. Я попросила стюардесс. Дайте-ка мне корыться. Все-таки рыбу. Вот это рыба, Нина. Так. Рыба узнает, какая она вкусная. А, в этом плане хер знает, какая. Дамы не стада, ваши громкие дурные авансы. Там как будто покешка. Видишь, я и приглашаю, это жениха на сцену. Саша начинает. О, боже, он будет читать рэп. Нет, он будет читать стихи. Пять? Плюс минус 5. Пять! Китана Сурзыкстана, будешь моим милым фембойчиком? Осуждай. Это она. Появляется на кольце. Вам что, заняться нечем? Насво... Сеньора Панталоне. Зачем они все это делают? Я не понимаю. Не, ну красиво, красиво. Не, ну гости пришли пожрать, блин, смотрите все, что мы умеем. Умеем. Кольца. То ли она просто любит вертеть это все, то ли проветривает себе одно место. Руба. Людка что-то во все тяжкие впустилась. Выглядит как депрессия. Ну это переборная собственная свадьба. Зачем так пока облучиваться на своей свадьбе? Классный кадр. Это же не один раз бывает. В труселях белых. Ой, Люд, не знаю, не знаю. Не каждая курочка в 40 лет такой грацией может похвастаться. Факт. Я в фай 39 еле-еле это могу повторить. Все улыбается. Все так классно. Вдруг они встречаются и начинают кружиться. Так. И так сказала, как будто это минус. Она пела, он крутила. Под залом. Наоборот. Этот там все это снимает, чтобы никогда не... Баба, который завистливо курчит морду. Я видела это сначала на своей свадьбе, а когда увидела на этой свадьбе, поняла, что Люда и с Катей на самом деле заодно... Ну это Люда. Катя под влияние попала. Люда какой-то комок ненависти. Ну, а фишка свадьбы этого. А, это фишка свадьбы, простите. Простите, что я так неуважительный. Ну, понравилось. Молодцы. Фишка удалась. Хорошая пара. Красивая пара. Курочка свадьбы. Ну все, там кольцо оккупировали мужики. А мы что-то до сих пор молодых не поздравили. Надо как-то подгадить все-таки. Все слишком хорошо. Поздравлять Маша. Маша будет светить, блин, молокозаводиками. Четыре. Свадьбы. Мужика, блин. Супер-мега-мужчины. Ну конечно, это похотливая моя хомячиха. Приглашаю четверых мужчин. Что-нибудь будет, блин, убогое. Кладет им шарики. Нужно девушкам сесть на шарик и его лопнуть. Мужики, они ж сядут. У вас же лопнет. Вот прям лопнет. Для нашего кудрявого парня достается Людмила. Парень не знает, куда деться. Я командую старт. И тут кудряш топит от Людмилы. Во всем прав. Она догоняет. Именно там снимали кадры для опенгеймера сброса бомбы на Хиросиму. И начинается... Настоящий... Лисичка за гукоечкой, выходи за меня, Гуфеня. Ты не дождешься от нее, хига. Бля, я в жизни не видел таких злых, обиженных и токсичных людей. Это пиздец. И рожа еще как у громозеки из тайны третьей планеты. Смотрю только ради тебя, Гуфень. Так я такой же абсолютно. Это я только на стримах такой добрый и позитивный, да? Он ее по-всякому вертел, крутил. А Людке-то нравилось. Ну шо вы, конечно, конечно. Бордерлайн трэш-стримы по телеканалу Пятница проходят. Мне кажется, надо обратить внимание. Вообще-то на секундочку Люда замужем должна держать... Да не... Она вам пледиком прикрылась. Если пледиком прикрылся, не считает. Люда, а что скажешь... Люда, прекрати. А шарик лопнули. Твой Игорек, когда это увидит, сошлешься на турбулентность. Ну это не оправдание для суда. Пупсень, пупсень и гуфень. Это не оправдание для суда вообще ни разу. Ох, Людочка, били... Альберт. Миллига. Надо взять на вооружение. На твое... Человека убил Альберт. Альтер-эго настолько яркое, что затмило собой весь машин-конкурс. Пока мы не познакомились... Ну там и конкурс, конечно, был. Не с твоей личностью. Не особо. Давайте переходить к десерту. Тоже белый. У всех торты на свадьбах. Не знаю. Надо что-то придумать. Надо какую-то новую концепцию свадьбы. Ой, он сейчас выдернет... Катерть. Как это относится к концепции, блин, авиашоу? Выносит свадьб... Нет, торты какие-то все нищие. Мне понравилась раскраска белого. Вот это прикол. Можно сделать торт в виде миниатюрки из Вархаммера. Начать ее красить там. Хайлайты на нее наносить. Людка закемарила. Вкусные. Да у всех морковные, блин. Очень нежный корж. Какой-то шоколадный крем. Что-то клубничное. Людка там поплыла. С каким-то дым бы на людку пошел? Молот гиганты борцев советует в гайдах. Нет, я бы в крысу почитал гайды и потом с двумя копьями пошел на людку. Красный бархат. И за час ее заковырял. Да. Да у нее окна атак гигантские вообще. Увернуться как нефиг делать. Вкусный. Да все. Одеально все. Кинки-винки. Жився, ля-ля, гуфень. Тут ничего такой голосок. Деально. Ба, милые мои курочки. Спасибо большое, ребят. Я по вам прям соскучился по всем вашим бодаде. Неужели вам наконец... Ужасным комментарием. Я выйду за тебя, Эльнур. Лишь бы не скидывать ахега гифе. Вот так вот. На ДРЭ ни одного не было ахега. Ни одного. Все понравилось. Надеюсь, оценки будут такими же положительными. Или было, я уже не помню. Две недели прожило. Оформление банкетного зала на свадьбе Жанны ставлю. Для драматизма скажем, что не было. Нормальная свадьба. Чтобы вы бы дополнили картину общего впечатления. Я не знаю. Сейчас стоит выбор. Между тем, что я хочу победить. Между тем, что я хочу остаться честным человеком. Возможно, даже Жанна не считает меня другом. А, она Жанна, стюардесса по имени Жанна. Она навертела мою искренность. И поэтому за свадебное меню Жанны я ставлю 5 баллов. Блин, это так грустно. Олег, со включите, спаси-то. За свадебное платье Жанны я ставлю 4 балла. Ой, Жанну топят. Не, ну Жанна кандидат, конечно. Снижаю оценки, потому что я хочу выиграть. Но тебе это не грозит. За свадебное платье Жанны ставлю 6 баллов. Парень на позитиве. Такой красавчик. Мы на позитиве. Ну вот и все. Ты замужем теперь. Ну что сказать? Вот отжумели наши незабываемые 4 свадьбы. Довольно разнообразные свадьбы. Довольно разнообразные. И совсем скоро мы... Женщины. Узнаем, кто же получит приз на свадебное путешествие от телеканала Пятница. Кэштэм. Людмила Электросталь. Людмила Электросталь выходит под хард-рок. Так, на что тут надо нажать? Идит стрим инфо. Это не оно. Предикшн? Менедж пул. Предикшн, да? Вроде предикшн. Бой с Роданом. Бой с Роданом. Победа. Победа в свадьбах. Кто у нас был? Электросталь. Эмм. Я уженился второй раз. Бупсы. И стюардесса. Тюардесса, два, если одно. Почему нельзя просто забраться во дворе возле патика и взять шнайдос с пивом? А не вот это вот все. Можно конкурсы устроить. Но кто-нибудь так и делает. Так, конфирм предикшн. Чё это такое? Такое было раньше? Я так редко стримлю. Предикшн же или не предикшн? Мария. Пермь. Екатерина. Кышты. Ну, Мария. Или Жанна Пермь. Ну, Жанна Пермь. Вот они. Сейчас у девочек есть возможность высказать мне и не друг о друге. Вначале проекта Маша мне показалась милой, домашней, что она мамочка четырех детей. Но потом уже поняла, что она немножечко развратная, вульгарная. Да, нет. Да. Я думала, она будет мамочка. Это какое-то доброе материнское плечо. А на самом деле Люда нереальный клинж. Что я выдала? Жанна в самом начале проекта была для меня какой-то загадкой и я до сих пор не смогла ее разгадать. Какая-то зажатость поведения. Катя мне показалась все все таки прям чинно благородные пришли в какой-то человеческой одежде. Блин, как будто не зажигали в наряде гипно-кошке. Такой тихой, расчетливой, интеллигентной, но �… Упсы и чел, который женился один раз аааа! А кто из них кэштэм? Да, ребят, блин. А, пираты еще были. Ну, Как вы это всё запоминаете? Свадьбы? Пиратка? Бупсы? Гвардеса? Ну на, Чути, на. Ну на! Ну на! Дом она себя раскрыла. Это тихий омпут, в котором... Ну на! ...в который вводится очень много чертей. С законом браком вас, дорогие. Скинула просто потому, что я учителя хигани. Каким браком? Спасибо большое, с днём учителя. С законом браком вас, дорогие. Закон и раком? Это что за политические высказывания? Прямо сейчас девочки узнают мнение конкуренток о свадьбе. Не знаю, я б за Турбо Шлёндру проголосовал. Ей свадьбе. И начнём мы обсуждение со свадьбы Людмилы. Ну она здесь ещё больше стала на эту ведущую, похоже. Но мы обсуждение со свадьбе. Ну гля, она просто... Ну не мало что... Ну она прям здесь один в один. Людмилы. Это было не просто смело. Это было вообще никак. Я просто не понимаю, что она надела эту мантию. Что это за крыльевну зашла? Мы помним. Нашла платье в бабушкином сундуке, отпарила его и... Я не выдумал я ведущую. Жизнь, семейную жизнь. Писали, как зовут ведущую. Меньшова. Бабушкиного сундука у меня уже давно нет. Я выбрала это платье, чтобы потом использовать. Ну один в один. Просто носить летом. Катин конкурс – это провокация. Людка не уверена в себе, боится, что уведут её мужика. Людка! Я думаю, никому из вас не понравится тактильный какой-то контакт с вашим мужчиной. Есть какое-то личное пространство, которое нельзя нарушать. Слушай, если бы я его подпотрогала за интимные органы, это одно. А по голове ты приходишь... У нас, блин, на свадьбах прыгали люди на яйца мужика. Там просто лазанья была, блин, под конец вечера. Махерскую тебя подстригают. Ну давай уже всех будем косить за это. Слушай, ну ты не парикмахер. Ну нахер послать могу. Сейчас обсудим свадьбу Екатерины. Я тебе кинул лазанью в ВК, скажи разрез норм. Мне сейчас кинул свои офигенные арты. Вот это надо будет всё, конечно, сделать обязательно. Невеста выглядела как пиратша. Чёрный утягивающий корсет, белая блуза. Тут такой один шлейф красный, другой белый. Ну это так себе было. Выглядит дёшево, очень вульгантно. Просто блюдо такого платья не было, я и захотелось тоже. Я просто считаю, что это взято с пиратской вишеринкой. Да куда хоть, хоть в ВК, хоть в неделю. Нет. Вижу, что Люда флиртует. Мои арты никогда на фон не ставил. Братан, напиши. Ну я как бы это... Надо сделать случайную галерею, так сказать. Я все хочет ценю. Женихом. Видимо... Ну если ваши арты не ставил, значит они и так себе. Очевидно. Решает отомстить Кате. Или не подходит под формат мероприятия. За то, что она потрогала за волосы жениха. Мне вообще-то жених это... Не нужно. Я хотела качку послить. Чтобы она никогда не трогала. Или мне просто было лень. Что скорее всего. Чужих уже. Люд, твоя месть не удалась. Я доверяю своему мужчине. Месть это блюдо, которое я подаю. Спасибо вам. Под мазиком. Я не злопамятная. Чего же они все время срутся на этом шоу? А теперь переходим к свадьбе Машеньки. Машенька, конечно, да. Но декольте я бы приподнял. Декольте мне вон до сюда. Мне все-таки хотелось ну прям вот немножко прям взять. Нитку зашить и это все прикрыть. Хоть что-то бы прикрыло, я не знаю. Не успел. У тебя сейчас что? Открытое декольте? Так у меня нет. Нет. И они у тебя стремные и висячие. Не висячие. Я нет. У тебя нет. Я согласна. Да никто и не посмотрел. У них прикольно костюм такой. Прям энергетика у него такая. У нас теперь как CSI. На позитиве. CSI на стримах. Я на позитиве. Машка статная. И рядом такая маленькая. Ни рыба ни мяса. Ну кшештенский карлик что взять. Ну ты очень сильно оскорбительно. У него вот знаешь самое больное место что он меня меньше и что я его выше. И ты прямо знаешь наступить по больному. Так ты на каблучинах блин. Ах девочки как бы ваша взаимность нам боком не вышла. Ну и напоследок обсудим свадьбу. Мне нравится как они друг друга обсирают. А потом для подсъемок поднимают стаканчики. Пригублять шампанское. И девочки. Цук-цук-цук. Бужан. Да пошла ты нахер жадная. Поднимаем шву жары. Да нормальная свадьба Джона, я понял. Маш ты еще та оторвала. Да? Добрый выпуск. Но нас не победили. По правилам проекта каждый из участниц дарит 10 баллов только одной чужой. А если не хочет. Которая понравилась больше всех. И сейчас пришло время узнать. А вдруг Каштым вырвется в лидера. Знать кто из конкурента кому подарил свои баллы. Тоже поедет блин в Казань. Мне ее жаль. И пусть она выиграет. 10 баллов я дарю Маше. Потому что это хоть как-то смахивало на свадьбу. Высочайший комплимент по меркам данного шоу. 10 баллов я отдаю Маше. Потому что на ее свадьбе я прям тусанулась. Ну и слава богу. 10 баллов я дарю Кате. Потому что за весь проект это единственный мой близкий человек. Сестра от другого отца. Узнаем прямо сейчас. Ведь муж победительницы. Так. У нас между прочим. Я теперь не могу. Я в ОБС вклеил себе чат. Не ну я могу конечно. Но я не хочу. Но я могу. Нет я могу просто. Нужно лишнюю кнопку нажмать. Я могу все еще выводить. 82 процента за БУПСы. 18 за стюардессу. Хабалка и пиратка. Увы. Уже на пороге студии. У меня сердце застучало. Да мы уже не молодые. У нас сердце то кстати отказать может. Увы. 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 но смотри без каблуков нормально или он на цыпочках стоит самое лучшее и теперь мы летим там влажно дорогие друзья вы когда-нибудь слышали про в эфире новый романтический эксперимент пятницы про новый романтический эксперимент пятницы свадьба смысле пока еще сидим ты чё я вернулся для того чтобы отстреляться во вслепую свадьба вслепую что это зачем и по каким всем у кого не получается самостоятельно построить отношения предоставляется шанс на настоящую любовь и типа тиндер крепкую семью у меня желание выйти замуж очень давно хочу стать отцом нужен же не просто муж я хочу быть за мужчиной лингвистический прикол не знакомые друг другу люди на ваших глазах вступят в законный брак и на протяжении ну зачем а главное нахуя и не недели будут жить как одна семья чтобы поближе узнать друг друга смогут ли участники проекта по-настоящему влюбиться принцесса я буду тебя на руках носить типа лидер или с первым встречным теперь он у меня на крючке лидер или первая встречная люби меня вечно люби меня вечно люби точки распустятся как и твоя любовь ко мне или откажутся от колец по завершении эксперимента много от колец на которых написано пятница я бы по-любому отказался вдруг сегодня суббота меня это дико силиконы хороший у меня вкус спасибо большое я надо бывает еще и наголо действовать очень плохо что ты об этом не сказал да с таким подходом ни один нормальный мужик бы не женился то есть этому сказали нет явно видишь и наташи королеве сказали нет дико пик а да божечки кошочки скринь и на нее нужно быть слепым а нужно лишь изредка закрывать глаза да 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 пизда смотрим добро пожаловать в москву да ладно я никогда не подумал уже подготовили выездную так 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 Продолжение следует...